Хэннинг Манкель. На шаг сзади. Роман. Перевод со шведского Штерна. Москва. Иностранка. 2005 год. Серия «Лекарства от скуки». Пролог. Часам к пяти дождь прекратился. Человек, присев на корточке за толстым деревом, аккуратно стянул намокшую куртку. И дождь был вроде не сильный. Последние полчаса вообще еле накрапывал, а все равно куртка промокла насквозь. Он мысленно выругался. Не хватало только простудиться. Сейчас, в середине лета. Он положил куртку на землю и поднялся. Ноги затекли. Он покачался немного с носка на пятку, чтобы восстановить кровообращение. Огляделся. Впрочем, он знал, что те, кого он ждет, явятся не раньше восьми, как договорились. Но нельзя было исключить и ничтожной вероятности, что на одной из бесчисленных тропинок национального парка появится и кто-то еще. Это единственная недоработка в его плане. Единственный пункт, в котором он не уверен. И все равно тревоги он не испытывал. Иванов день. День летнего солнцестояния. В парке нет ни кемпингов, ни площадок для пикников. К тому же, те, кого он ждал, выбрали место очень и очень тщательно. Они не хотели, чтобы им мешали. Прошло уже две недели, как они договорились о встрече. Он наблюдал за ними уже несколько месяцев. Уже на следующий день после того, как они наконец условились, он начал искать это место. Он тщательно следил, чтобы ни с кем не встречаться. На Теренкурах. Как-то он чуть не наткнулся на пожилую пару, но успел спрятаться в чаще. Они прошли, ничего не заметив. Обнаружив выбранное ими место, он сразу подумал, что оно идеальное. Ложбина. Вокруг заросли кустарника. Чуть поодаль густой лес. Лучше не придумаешь. Как для них, так и для него. Тучи понемногу рассеивались. Выглянуло солнце. И сразу стало заметно теплей. Июнь выдался довольно холодный. Все, кого он не встречал, жаловались. Типичное шведское лето. Он соглашался. Он всегда соглашался. Лучший способ отвязаться, думал он. Лучший способ отвязаться — отбросить все, что мешает. Этим-то искусством он овладел в совершенстве. Искусством соглашаться. Он посмотрел на небо. Нет, дождя больше не будет. Весна и начало лета и в самом деле были довольно холодными. Но теперь на праздник солнце все же соблаговолило появиться. Вечер будет превосходным. И к тому же запомнится надолго. Сильно пахло мокрой травой. Где-то рядом спорхнула птица. Налево, за рощей, блестело море. Он расставил ноги, выплюнул табачную жвачку и затоптал в песок. Он никогда не оставлял следов. Никогда. Но надо прекращать жевать табак. Дурная, к тому же, недостойная его привычка. Они договорились встретиться в Хаммаре. Это было удобно. Некоторые приехали из Истада, другие из Симрисхамна. Потом они поедут в парк, оставят машины и пойдут к выбранному месту пешком. Нельзя сказать, чтобы решение было единодушным. Предлагалось несколько вариантов. Их долго обсуждали по телефону и в письмах. Но когда кто-то предложил именно это место, все согласились. Иначе они вообще никогда не придут ни к какому решению. А времени уже оставалось мало. Требовалась серьезная подготовка. Кто-то взял на себя хлопоты о еде. Другой съездил в Копенгаген и взял на прокат платья, парики. Все, что требовалось. Все шло по плану, никаких случайностей. Они подготовились и на тот случай, если погода подведет. Уложили в красную спортивную сумку большой кусок полиэтилена. Моток, липкой ленты и алюминиевые колышки, так что дождь им не страшен. Все было готово. Но, как всегда, произошло непредвиденное. Один из них заболел. Это была молодая девушка, как раз та, которая больше всех радовалась предстоящей вылазке. Они виделись в последний раз около года тому назад. Она проснулась утром от тошноты. Сначала подумала, что это от нервов. Но пару часов спустя у нее началась рвота и поднялась температура. Она все еще надеялась, что это пройдет. Но когда за ней заехали, она еле стояла на ногах. Так что, когда они встретились в Хаммаре в полвосьмого вечера, накануне Иванова дня, их было только трое. Что ж, трое так трое. Они не новички и прекрасно понимают, что всякое может случиться. Заболела, значит, заболела. Но что тут сделаешь? Они оставили машину на границе национального парка, взяли свои корзины и углубились в лес. Откуда-то доносили сели слышные звуки аккордеона. Но вскоре стало тихо. Только пение птицы, смутно угадываемый. Шум моря. Подойдя к своей полянке, они порадовались. Место выбрано правильно. Здесь им никто не помешает. Можно спокойно дождаться сумерек. На небе не было ни облачка. Иванова ночь должна быть светлой. Этот праздник они задумали еще в феврале. Все уже соскучились по свету, по прозрачным белым ночам. Они выпили довольно много вина и затеяли шутливый спор. Что же такое сумерки? Странное состояние. Между светом и тьмой, между днем и ночью сумерки. Как описать их в словах? Что можно увидеть в сумерках? Свет все слабее. Это промежуточное, скользящее время, когда тьма словно выползает из-за каждого дерева. Тогда они так и не пришли к единому мнению. Вопрос о сумерках остался нерешенным. Вместо этого они решили отпраздновать Ивана в день в лесу. Они поставили корзины и разошлись по кустам, переодеваться. Укрепили между сучьями карманное зеркальце и поглядывали время от времени, хорошо ли сидят парики. Никто из них даже не догадывался, что за их сложными приготовлениями кто-то наблюдает. Приладить парики было сравнительно нетрудно. Сложнее было с корсетами, турнюрами, нижними юбками, жабой и шарфами, не говоря уже о толстом слое пудры. Все должно быть по высшему разряду. Все это, конечно, игра, но играли они всерьез. Ровно восемь они поодиночке появились на полянке. Их охватила пьянящая радость. Они вновь совершили путешествие во времени, на этот раз в эпоху Бельмана. Бельман, шведский поэт, 18 века, автор застольных песен. Увидев друг друга, они засмеялись, но быстро посерьезнели. Расстелили скатерть, поставили свои корзины и включили магнитофон с записями посланий Фредмана. Послание Фредмана, 1790-й, один из сборников песен Бельмана. Праздник начался. Зимой они будут вспоминать эти минуты. Они сами создавали свои воспоминания, свои маленькие тайны. Уже была полночь, а он никак не мог решиться. Впрочем, спешить ему незачем. Они будут пировать до утра. Скорее всего, даже останутся подремать на полянке. Он знал их планы до мельчайших подробностей, и это придавало ему чувство превосходства. Тот, на чьей стороне сила, остается безнаказанным. В начале 12-го, когда они слегка опьянели, он осторожно сменил наблюдательный пункт. Он наметил его, еще когда приезжал сюда в первый раз. Густой кустарник на склоне ложбины. Отсюда ему было видно все, что происходит вокруг голубой скатерти. К тому же он мог подойти совсем близко, оставаясь незамеченным. Иногда они покидали полянку по нужде, но он ни на секунду не упускал их из виду. Сейчас уже был первый час, а он все выжидал. Он выжидал, потому что не мог решиться. Что-то не так. Что-то случилось. Их должно было быть четверо, а тут всего трое. Он мысленно перебрал причины. Необъяснимо. Что-то случилось. Может быть, девушка передумала. Заболела. Он прислушивался к музыке, смеху. Время от времени он представлял сам себя там, у голубой скатерти, с бокалом в руке. Или можно примерить парик. Может быть, что-то из одежды. Мало ли что можно придумать. Пределов нет. Он хозяин положения. Он невидим. Он ждал, слушая взрывы смеха. Где-то над его головой пролетела ночная птица. В десять минут четвертого он решил больше не ждать. Время пришло. Время, которое он сам же и назначил. Он уже не помнил, когда в последний раз надевал наручные часы. Он обладал потрясающим чувством времени. Мог назвать его с точностью до минуты, словно часы были уйдены. У него внутри. Эти, внизу. Притихли. Должно быть, устали. Они сидели, обнявшись вокруг своей голубой скатерти и слушали музыку. Он знал, что они не спят. Но они так глубоко погрузились в свои мечты, что даже не догадывались, что он стоит у них за спиной. Он взял пистолет с глушителем, лежавший рядом на сложной куртке, и быстро огляделся. Потом, пригибаясь, подкрался поближе и встал за деревом. Выждал несколько секунд. Никто ничего не заметил. Еще раз огляделся. Никого. Они были одни. Он выступил из-за дерева и застрелил их. Всех троих выстрелом в голову. К сожалению, кровь забрызгала по реке. Все произошло так быстро, что он даже сам не понял, что сделал. Перед ним лежали три трупа. Обнявшись, как и несколько секунд назад, он выключил магнитофон. Прислушался. Умолкнувшие было птицы вновь начали щебетать. Огляделся в третий раз. Конечно, никого. Он положил пистолет на скатерть, предварительно подстелив салфетку. Он никогда не оставлял следов. Потом сел. Внимательно рассмотрел лица. Только что эти люди весело смеялись. Теперь все мертвы. Идиллия продолжается, подумал он. Только теперь нас четверо. Как и было задумано. Он налил стакан красного вина. Вообще он не пил. Но по такому случаю не мог удержаться. Примерил парики. Немного поел. Он был не особенно голоден. В половине четвертого он встал. Оставалось еще много дел. В национальный парк часто забредали любители утренних прогулок. Если кто-то против ожидания свернет с тропинки и заглянет на полянку, следов быть не должно. Последнее, что он сделал, обшарил их сумки и карманы. И нашел, что искал. У всех троих были паспорта. Сунул их в карман куртки. Потом сожжет. Последний раз бросил взгляд на полянку. Достал из кармана фотоаппарат и сделал снимок. Всего один. Словно бы он любовался полотном. Пикник восемнадцатого века. Только картина была забрызгана кровью. Наступило утро Иванова дня. Суббота, 22 июня 1996 года. День летнего солнцестояния. Погода была по-прежнему прекрасной. Наконец-то и в сконе пришло лето. Часть первая. Глава первая. В среду 7 августа 1996 года Курт Валлендер чуть не погиб в дорожной аварии на восточной окраине Истода. Дело было ранним утром в начале седьмого. Он миновав Нюбрустрант, выехал на Эстер-Леден. И вдруг прямо перед его Пежо отчаянно сигнали невесть откуда вынырнул грузовик. Он круто повернул руль и очутился в кювете. Только теперь он испугался. Сердце отчаянно колотилось. Резко накатила тошнота, и он чуть не потерял сознание. Руки судорожно вцепились в руль. Он понемногу сообразил, что произошло. Он задремал. На какую-то секунду. Но этого хватило, чтобы его старенькое Пежо стало заносить на встречную полосу. Еще секундой он был бы мертв. Тяжелый грузовик превратил бы его Пежо в груду металлолома. В голове было пусто. Только назойливое воспоминание, как несколько лет назад чуть не сбил лося под Тингс-рюдом. Но тогда была ночь, и к тому же туман. А сейчас он просто-напросто задремал за рулем. Усталость. Он не мог понять, откуда она взялась. Эта усталость ни с того ни с сего навалилась на него еще до отпуска. В этом году он решил уйти в отпуск пораньше, в начале июня. И весь июнь шли дожди. А только он вернулся на службу, в сконе наступило настоящее солнечное лето. Но усталость никуда не исчезла. Он мог вдруг заснуть на стуле. Ему было трудно вставать по утрам, даже если выспался. Когда он вел машину, приходилось то и дело съезжать на обочину, чтобы немного поспать. Его дочь, Линда, с которой они вместе провели неделю отпуска, даже спросила, здоров ли он. Они поехали на машине на Готланд. В один из последних дней они остановились в пансионате, в Бургсвике. Вечер выдался прекрасный, один из немногих без дождя. Они весь день бродили по южной оконечности острова, потом поели в пиццерии и вернулись в пансионат. И тогда она спросила его, почему он такой вялый и сонный. По выражению ее лица, в слабом свете керосиновый ламп, он понял, что она уже давно хотела задать этот вопрос. Но он отмахнулся. С ним все в порядке. И ничего странного. Неужели он не имеет права хотя бы часть отпуска посвятить тому, чтобы как следует отоспаться? Линда больше не спрашивала, но у него осталось чувство, что она ему не поверила. Сейчас он ясно понял, что так дальше продолжаться не может. Это не похоже на естественную, легко объяснимую усталость. Что-то не так. Он попытался найти какие-то другие странности, но ничего такого, кроме разве что внезапных пробуждений по ночам, припомнить не смог. Иногда икры сводила судорога, но это, кажется, и раньше бывало. Только что он чуть не расстался с жизнью. Откладывать больше нельзя. Сегодня же запишется на прием к врачу. Он завел мотор и выехал из кювета. Опустил стекло, несмотря на конец августа, было по летнему тепло и солнечно. Он направлялся в отцовский дом, в Лёдорупе. Не сосчитать, сколько раз он ездил этой дорогой. Но он до сих пор не мог примириться с мыслью, что не застанет отца в его мастерской, не почувствует запаха скипидара, не увидит, как отец стоит у Мольберта и пишет одну из своих картин с одним и тем же сюжетом. Пейзаж с глухарем на первом плане. Или без глухаря. И солнце, висящее на невидимых нитях, над вершинами деревьев. Скоро исполнится два года с тех пор, как Гертруд позвонила в полицию и сказала, что нашла отца мертвым на полу в мастерской. Он до сих пор в мличайших деталях помнит, как ехал тогда в Лёдоруп и не мог заставить себя поверить, что это правда. И поверил, только увидев Гертруд во дворе. Все так и есть. Отец умер. Два года промелькнули незаметно. Как только находилось время, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, он навещал Гертруд, оставшуюся жить в отцовском доме. Прошло не меньше года, прежде чем они решились разобрать его вещи. 32 готовых и подписанных пейзажа. Декабрьским вечером 1995 года они сидели на кухне и прикидывали, кому должны достаться эти картины. Валлендер две оставил себе, одну с глухарем, одну без. По одной получили Линда и Мона, его бывшая жена. Сестра Кристина к его горькому недоумению от картин отказалась. У Гертруд уже было несколько пейзажей. Оставалось таким образом 28 картин. Поколебавшись, Курт послал одну следователю в Кристианстад, к которому частенько обращался по службе. Удалось пристроить 23 картины. Даже все многочисленные родственники Гертруд получили по одной, и все равно оставалось пять. Что с ними делать, он понятия не имел. Одно он знал твердо — сжечь их, у него рука никогда не поднимется. Строго говоря, это была собственность Гертруд, но она настаивала, что картины принадлежат ему и Кристине. Ведь она, Гертруд, появилась в жизни отца только в последние годы его жизни. Он проехал поворот на Косебергу. Оставалось совсем немного. Он постарался представить, как встретит его Гертруд. Как-то в мае они долго гуляли по тракторным колеям среди посевов рапса, и она сказала, что собирается уехать. Ей было очень одиноко в пустом доме. «Не хочу здесь больше жить», — заявила она тогда. «Мне привидения являются». Он ее понимал. На ее месте он, наверное, чувствовал бы то же самое. Она попросила его помочь продать дом. В спешке, разумеется, никакой, можно подождать до конца лета. Но до наступления отца не хотелось бы уехать. К сестре в Рюнге та тоже только что овдовела. Что ж, вот и конец лета. В среду Валлендер взял выходной. В девять часов должен был приехать Маклер из Истада. Договориться о приемлемой цене. До этого Валлендер с Гертруд собирались разобрать последние коробки с отцовским имуществом. Большая часть вещей была упакована еще неделю назад. У его сотрудника Мартинсона был прицеп, и они в несколько рейсов отвезли оставшийся хлам на освалку под Хедескугой. Все, что осталось от человеческой жизни, нашло место на мусорной свалке, с гнетущим чувством, подумал Валлендер. Кроме памяти остались только фотографии, пять картин и несколько картонных коробок с письмами и документами. Ничего больше. Жизнь прожита. Итоги подведены. Он свернул на проселок к дому. Еще подъезжая, он увидел во дворе Гертруд. Она всегда вставала очень рано. Они выпили кофе в кухне. Дверцы шкафчиков были открыты Насте, шполки пусты. Во второй половине дня за Гертруд должна приехать сестра. Они оставляли Валлендеру два ключа, второй — для Маклера. Гертруд встретила его у ворот. Он с удивлением заметил, что на ней то самое платье, в котором она выходила замуж за отца, и ощутил комок в горле. Стало быть, для Гертруд это печально торжественное событие. Она прощается со своим домом. Еще не садясь к столу, они просмотрели содержимое оставшихся коробок. Среди старых писем Валлендер неожиданно обнаружил пару детских башмачков. Он смутно припомнил. Это были его башмачки. Он носил их в детстве. — Неужели отец хранил их все эти годы? Он вынес коробки и положил их в машину. Захлопнув дверцу, обернулся и увидел на крыльце Гертруд. Она улыбалась. — А картины не забыл? — спросила она. — Пять штук осталось. Он покачал головой и пошел к сараю, где у отца была мастерская. Дверь была открыта. Несмотря на многочисленные уборки, запуск кипидара за два года так и не выветрился. На старой плите стояла кастрюля. Отец варил в ней несметное количество кофе. — Я здесь в последний раз, — подумал он. Но в отличие от Гертруд, мне даже в голову не пришло приодеться. Приехал в чем был. К тому же, если бы не чистое везение, я сейчас был бы мертв, как отец. И тогда уже Линда отвозила бы на свалку все, что от меня осталось. Среди всего прочего два пейзажа, один с глухарем на переднем плане, другой без. Ему стало не по себе. Он почувствовал присутствие отца здесь, в этой полутемной мастерской. Картины были прислонены к стене. Он отнес их в машину и положил в багажник, укрыв старым одеялом. Гертруд так и стояла на крыльце. — Все, — сказала она, — больше ничего нет. Валлендер наклонил голову. — Больше ничего нет, — повторил он. — Ничего. В девять часов во двор въехала машина Маклера. Едва тот вышел из машины, Валлендер, к своему удивлению, узнал в нем Роберта Оккерблума. Несколько лет назад у него зверски убили жену. Труп кинули в заброшенный колодец. Это было, пожалуй, самое тяжелое и неприятное из всех дел. Об убийстве, которое ему когда-либо приходилось расследовать. Он нахмурился. По телефону он связывался с крупной маклерской фирмой, имеющей филиалы по всей стране. Которым контора Оккерблума, если она еще существует, не имеет никакого отношения. Но он вроде бы даже слышал, что после гибели Луизы Оккерблум свою контору прикрыл. Он вышел на крыльцо. Роберт Оккерблум нисколько не изменился. Впервые Валандер увидел его, когда тот сидел и рыдал у него в кабинете. Тогда внешность Роберта Оккерблума показалась ему совершенно незапоминающейся, но горе его было искренним. Он, кажется, принадлежал какой-то независимой церковной общине, методистской, что ли. Они обменялись рукопожатием. — Вот мы и снова встретились, — сказал Оккерблум. Оказывается, голос его он тоже запомнил. На какую-то секунду Валандеру сделалось не по себе. Он не знал, что говорить. Но Роберт Оккерблум заговорил сам. — Я оплакиваю ее и сейчас, не меньше, чем тогда, — сказал он медленно. Но, понятно, девочкам еще труднее. Валандер помнил двух его дочерей. Тогда они были совсем маленькими и вряд ли что-то понимали. — Это, конечно, очень тяжело, — сказал он. И вдруг испугался, что сейчас все снова повторится. Оккерблум ударится в слезы. Но на этот раз обошлось. — Попытался удержать контору на плаву, — объяснил Оккерблум, — но не смог. Меня пригласили работать в конкурирующую фирму. Я плюнул и принял предложение. И ни разу не пожалел. Не надо сидеть ночи напролет над бухгалтерией. Теперь я могу больше времени уделять девочкам. Вместе с Гертруд они осмотрели усадьбу. Оккерблум что-то помечал в блокнотике, сделал несколько фотографий. Потом они сидели в кухне и пили кофе. Цена, названная Оккерблумом, поначалу показалась Валандеру низкой, но он быстро сообразил, что это ровно втрое больше, чем когда-то заплатил отец. В половине одиннадцатого Роберт Оккерблум попрощался и уехал. Валандер обдумывал, не дождаться ли ему, пока приедет сестра Гертруд. Но мачеха словно угадала его мысли. Я ничего не имею против того, чтобы побыть одной, сказала она. Прекрасный денек. Лето под конец словно опомнилось. Я с удовольствием посижу в саду. Если хочешь, я останусь у меня выходной. Она покачала головой. Навести меня как-нибудь в рюнге. Но не раньше, чем через месяц. Мне надо прийти в себя. Валандер сел в машину и поехал в Истед. Сегодня надо еще записаться на прием к врачу, зарезервировать время в прачечной и прибраться. Поскольку спешить было некуда, он выбрал дорогу подлиннее. Он любил эти поездки, когда можно любую с пейзажем дать волю фантазии. Не успел он миновать Валлебергу. Зазвонил телефон. Это был Мартинсон. Валландер съехал на обочину. Я тебя искал. Мне никто не сказал, что у тебя выходной. Кстати, ты знаешь, что у тебя автоответчик не работает? Валландер знал, что автоответчик у него то и дело ломается. И сразу почувствовал. Что-то случилось. Все долгие годы работы в полиции это ощущение никогда не обманывало. Противный холодок под ложечкой. Он перевел дыхание. Я звоню из кабинета Хансона. А в моем сидит мать Астрид Хильстрем. Чья мать? Астрид Хильстрем. Одна из этих пропавших девочек. Это ее мать. Валландер понял, о ком идет речь. Она очень взволнована. От дочери пришла открытка из Вены, если верить, почтовому штемпелю. Валландер удивился. Так это же хорошая новость. Значит, дочка нашлась. Она говорит, что это фальшивка, что открытку написал кто-то другой. И она упрекает нас, что мы ничего не предпринимаем. А что мы должны предпринимать? Если нет никаких признаков преступления? Если у нас куча доказательств, что они куда-то уехали по собственной воле? Мартинсон ответил не сразу. Не знаю, почему, — сказал он задумчиво, — но у меня ощущение, что в том, что она говорит что-то есть, может быть. Не знаю. Валландер насторожился. За эти годы он понял, что к догадкам Мартинсона надо относиться серьезно. Обычно он оказывался прав. — Хочешь, чтобы я приехал? Нет, я просто предлагаю собраться завтра. Ты, я и Светберг. И поговорить об этом деле. Во сколько? Восемь не рано? Я поговорю со Светбергом. Валландер нажал кнопку отбоя. Водалеке по полю полстрактор. Он рассеянно следил за ним взглядом. Мать Астрид Хильстрюм приходила и к нему. Он попытался вспомнить всю историю. Вскоре после Иванова дня в полицию поступило заявление о пропаже нескольких молодых людей. Это было как раз тот день, когда он вышел на работу после своего дождливого отпуска. Делу дали ход. Хотя у него с самого начала было чувство, что здесь нет никакого состава преступления. Через три дня его догадка подтвердилась. Из Гамбурга пришла открытка. Он до сих пор помнил, что на ней был изображен городской вокзал. Текст он, оказывается, тоже не забыл. «Мы путешествуем по Европе. Вернемся, скорее всего, в середине августа». Сегодня было 7 августа. То есть скоро они должны приехать. Значит, пришла еще одна открытка, на этот раз из Вены. От Астрид Хильстрюм. Первая открытка была подписана всеми троими. Родители подтвердили, что это их подписи. Сомневалась только мать, Астрид Хильстрюм. Но ее быстро переубедили. Валлендер посмотрел в зеркало и выехал на дорогу. Мартинсон часто бывает прав. Он поставил машину у подъезда на Мария Гаттон. Занес в квартиру коробки и картины и сел к телефону. Автоответчик у врача вежливо попросил его перезвонить после 12 августа, когда хозяин вернется из отпуска. Валлендер решил было подождать, но мысль, что он чуть не погиб сегодня утром, не давала ему покоя. Он позвонил другому врачу и договорился на завтра, на 11, спустился в прачечную и записался на следующий вечер. Начал уборку. Но не успев привести в порядок спальню, почувствовал, что очень устал. Кое-как пропылесосив гостиную, он отнес коробки в комнату, где во время своих нечастых визитов останавливалась Линда. Он пошел в кухню и выпил подряд три стакана воды. Это тоже было необычно. В последнее время его все время мучает жажда. Усталость, жажда. Откуда это все? Было уже 12, и он проголодался. Даже не стоило открывать холодильник, он знал, что там пусто. Он надел куртку и вышел. Было довольно жарко. Он пошел в центр, остановившись несколько раз у витрин маклерских контор. Там были выставлены фотографии, предлагаемых к продаже домов. И он убедился, что предложенная Робертом Оккерблюмом цена была вполне разумной. Больше трехсот тысяч за дом в ледо-рупе не получишь. Он остановился у киоска и съел гамбургер, запив его двумя бутылками минеральной воды, после чего зашел в обувной магазин, где знал хозяина, и попросил разрешения воспользоваться туалетом. Выйдя на улицу, он остановился в растерянности. Надо бы, пользуясь выходным, пройтись по магазинам. Пусто было не только в холодильнике, но и в буфете. Но у него просто не было сил идти за машиной и ехать в супермаркет. Он пошел по Хамнгаттон, пересек железнодорожные пути и направился в лодочную гавань. Медленно брел вдоль бесчисленных мостков, глядя на зачаленные катера и яхты. Попытался представить себя на яхте. Он никогда в жизни не ходил под парусом. Снова захотелось пописать. Он нашел туалет в ближайшем кафе. И там же выпил бутылку минеральной воды. Потом он сел на скамейке около красного домика службы береговых спасателей. Последний раз он был здесь зимой, когда уезжала Байба. Он отвез ее в Стуруп, аэропорт в Мальмё. Уже было темно. В свете фар неслись снежные вихри. Они молчали. Он подождал, пока она пройдет паспортный контроль. Вернулся в Истат, пришел сюда и сел на эту скамейку. Ветер был холодный, он замерз, но домой не уходил. Все было кончено. Байбу он больше не увидит. Разрыв был окончательным. Она приехала в Истат в декабре 1994 года, вскоре после смерти его отца. Как раз тогда он по уши завяз в головоломном следствии, самым, может быть, сложным за все время его службы в полиции. И тогда же он впервые за много лет начал строить планы на будущее. Он решил переехать в деревню, купить дом, завести собаку. Он даже ездил смотреть щенков Лабрадора. Пора было менять свою жизнь, а главное, он мечтал, чтобы Байба осталась с ним. Она приехала на Рождество. Валандер с удовольствием отметил, что у нее сразу завязались хорошие отношения с Линдой. Тогда, в начале нового 1995 года, в последние дни перед ее отъездом, они всерьез говорили о будущем. Может быть, она переедет в Швецию навсегда уже к лету. Они ездили смотреть дом, небольшую усадьбу под Свенсторпом. Но уже в марте, вечером, когда Валандер лежал в постели, она позвонила из Риги и сказала, что у нее появились сомнения. Она не хочет выходить замуж, не хочет переезжать в Швецию, во всяком случае пока. Вне себя от беспокойства он сорвался и поехал в Ригу, думал, что удастся ее уговорить. Кончилось все долгой и безобразной ссорой, первой за все время их знакомства, после чего они больше месяца не разговаривали. Потом он все же заставил себя позвонить, и они договорились, что летом он приедет в Ригу. Они провели две недели на побережье, в полуразвалившемся домике, даче какого-то коллеги Байбы по университету. Они долго гуляли по песчаному пляжу, и Валандер все выжидал, что она сама начнет разговор о будущем. Но она по-прежнему была неуверена. Не сейчас, пока еще рано. Почему не довольствоваться тем, что у них есть? Так и не добившись никакой ясности, он вернулся домой в подавленном настроении. Всю осень они не встречались. Много раз говорили по телефону, строили планы, но ничего не получалось. У него начали появляться подозрения, нет ли у нее другого в Риге. Несколько раз, изнемогая от ревности, он звонил ей среди ночи, и пару раз у него возникало чувство, что в квартире кто-то есть, хотя она и заверяла его, что это не так. Она приехала в Истат к Рождеству. В этот раз Линда только встретила с ними Рождество и уехала с друзьями в Шотландию. И тогда Байба сказала, что не хочет переезжать в Швецию. Она долго раздумывала, но теперь приняла решение. Она не хочет терять работу в университете. Что она будет делать в Швеции, в Истаде? Работать переводчицей? И все? Валандер пытался ее уговорить, но вскоре сдался. Оба они чувствовали, что отношение их близится к концу. Спустя четыре года оба оказались в тупике. А Валандер отвез ее в стуруп. Подождал, пока она пройдет паспортный контроль, а потом долго сидел на заснеженной скамейке у домика спасателей. Он никогда не чувствовал себя таким одиноким, как в тот вечер. Но странно ему от этого полегчало. Во всяком случае, неизвестности больше не будет. Мощный катер отчалил и исчез в море. Валандер поднялся. Ему снова нужно было в туалет. Какое-то время они еще звонили друг другу, но потом и это прекратилось. Последний раз он слышал ее голос полгода назад. Как-то они с Линдой поехали в Висбю. И она спросила его, в самом ли деле он порвал с Байбой. — Да, — ответил он, — все кончено. Она ждала продолжения. Это было необходимо. Ни она, ни я уже не хотели дальше тянуть эту волынку. Все к тому шло. Он зашел в кафе, кивнул официантке и пошел в туалет. Потом он вернулся на Мария Гаттон, взял машину и повернул к выезду на Мальмио, где был супермаркет. Обычно перед тем, как зайти в магазин, он, сидя в машине, составлял список покупок. Так он поступил и на этот раз, но уже, катя коляску вдоль полок, обнаружил, что забыл шпаргалку в машине. Возвращаться не стал. Было уже четыре часа, когда он вернулся домой и разложил покупки. Это в холодильник, это в буфет. Потом прилег на диван с газетой и тут же задремал. Через час он резко проснулся, как будто кто-то его толкнул. Ему снилось, что они с отцом в Риме. С ними почему-то и Рюдберг, а еще какие-то странные карлики, которые все время щиплют их за ноги. Он с тяжелой головой сел на диване. Мне сняться мертвый, подумал он. К чему это? Отец умер, но снится мне чуть не каждую ночь. И Рюдберг тоже скоро пять лет как умер. Коллега и друг, человек, научивший меня ремеслу полицейского. Он вышел на балкон. Было по-прежнему тепло и тихо, но на горизонте клубились темные облака. Внезапно с потрясающей ясностью он осознал, насколько он одинок. Если не считать Линду, которая жила в Стокгольме, которую он почти не видел, друзей у него нет. Он общается только с коллегами по работе, и то в рабочее время. Он пошел в ванну и сполоснул лицо. Посмотрел в зеркало. Несмотря на загар, явственно читалась усталость. Левый глаз красный. Лоб стал выше. Но не потому, что он поумнел, а потому, что начинал лысеть. Он стал на весы. По сравнению с прошлым летом он похудел, но все равно вес его не порадовал. Зазвонил телефон. Это была Гертруд. И я только хотела сказать, что я уже в рюнге. Все нормально. Я думала тебе, сказал Валандер. Мне, наверное, надо было остаться. Мне самой хотелось побыть одной. Повспоминать. Но я думаю, мне здесь будет хорошо. Мы с сестрой замечательно ладим. И всегда ладили. Я заеду через недельку. Не успел он повесить трубку, как снова раздался звонок. Это была Анн Бритт Хёггунд из полиции. Просто хотела узнать, как все прошло. Что все? Ты же должен был встречаться с Маклером насчет отцовского дома. Валандер вспомнил, что накануне они обвинялись несколькими словами по поводу дома. Похоже, все нормально. Ты можешь купить этот дом за 300 тысяч. Я его даже не видела. Так странно, сказал Валандер. Теперь там никого нет. Вот Гертруд переехала. Кто-то купит дом. Может быть, превратят его в дачу. Чужие люди, ничего не знающие о моем отце. Во всех домах есть привидения. Кроме новостроек. Там их, кажется, нет. Запах скипидара останется надолго. Но когда-то и он исчезнет. И уже ничто не будет напоминать, что когда-то там жил мой отец. У тебя голос расстроенный. Так оно и есть. Увидимся завтра. Спасибо, что позвонила. Он пошел на кухню попить воды. А Анбрид очень внимательно. Не забыла и позвонила. Самому ему никогда бы не пришло в голову позвонить в похожей ситуации. Он глянул на часы. Семь. Он поджарил себе колбасы с картошкой и сел перед телевизором с тарелкой на коленях. Пощелкал пультом. Но ничего интересного не нашел. Поев, налил себе чашку кофе и вышел на балкон. Но солнце уже село и было довольно холодно. Он вернулся в дом. Остаток вечера он посвятил разбору привезенных из ледорупа отцовских бумаг. На дне одной из коробок лежал коричневый конверт. Он посмотрел. Там были старые выцветшие фотографии. Он не припоминал, чтобы видел их раньше. На одном снимке он сам четырех или пяти лет сидит на капоте большой американской машины. Отец стоит рядом и поддерживает его, чтобы он не упал. Валлендер отнес снимок в кухню и стал искать лупу в ящиках. Мы улыбаемся, подумал он. Я смотрю прямо в объектив и раздуваюсь от гордости. Мне позволили посидеть на машине одного из перекупщиков. Из тех, что покупали картины отца и безобразно недоплачивали. И отец тоже улыбается. Но смотрит он не в объектив, а на меня. Он долго сидел, положив перед собой фотографию. Давно прошедшая, потускневшая и забытая реальность. Когда-то у них с отцом были прекрасные отношения. Но решение пойти работать в полицию изменило все. Только в последний год жизни отца им удалось постепенно наладить контакт. Но до прежней близости мы так и не дошли. До той улыбки, когда я сидел на капоте сверкающего бьюика. В Риме нам было хорошо вдвоем. Но не настолько. Он прикрепил снимок к кухонной двери и выглянул на балкон. Грозовой фронт был уже совсем близко. Сел на диван и досмотрел последние эпизоды старого фильма. В полночь он лег. Завтра в восемь у него встреча с Мартинсоном и с Ветбергом. Потом прием у врача. Он долго лежал в темноте и не мог заснуть. Два года назад он мечтал переехать из этой квартиры, купить дом, завести собаку, жить с байбой. Ничто не сбылось. Ни байбы, ни дома, ни собаки. Все по-старому. Что-то должно произойти, подумал он. Что-то обязательно должно произойти, чтобы я снова мог смотреть будущее. Когда он, наконец, заснул, был уже четвертый час утра. Глава вторая. К утру небо прояснилось. Валлендер проснулся в шесть часов. Ему опять снился отец. Какие-то фрагментарные, несвязанные картины. Сам он во сне был ребенком и взрослым одновременно. Ничего не поймешь. Сон напоминал контуры корабля в тумане. Он встал, принял душ и выпил кофе. На улице по-прежнему тепло и, как и накануне, необычно безветренно. Он дошел до стоянки, взял машину и поехал в полицию. Коридоры еще пусты. Рабочий день начинался в семь. Он захватил в столовой кофе и пошел в свой кабинет. Стол был на удивление прибран, но на нем не громоздилось, как обычно ворохов, бумаг и папок. Он попытался вспомнить, бывало ли когда-нибудь такое затишье. За многие годы он уже привык тому, что по мере того, как происходит сокращение, бесконечной рационализации и оптимизации, нагрузка все увеличивается. Дела откладывались, следствие велось спустя рукава. Он мог бы сейчас на память назвать несколько случаев, когда из-за небрежно проведенного следствия дело закрывалось. Этого не должно быть, если бы только у них было побольше времени. И если бы их не было так мало. Вечный вопрос. Окупается преступление или нет? Сейчас, может быть, и окупается. Стало окупаться. Исторического обзора представить он бы не смог. Но что он точно знает, и все знают, преступность в Швеции выросла. Те, кто занимается экономическими махинациями, чувствуют себя в полной безопасности. Правовое общество капитулировало. Валлендер часто обсуждал это с коллегами. Они знали, что не только полиция этим обеспокоена. Гертруд говорила о том же. И соседи в прачечной. Валлендер знал, что это не пустые обывательские страхи. Но, насколько он мог видеть, никаких мер не принимается. Продолжается экономия, продолжаются сокращения, как в полиции, так и в судебной системе. Он снял куртку, открыл окно и уставился на старую водонапорную башню. В последние годы появилось множество негосударственных охранных организаций. Эдакая гражданская защита это его пугало. Когда государство не справляется, всегда тут, как тут, юстиция линча. Людям начинает казаться, что вершить правосудие собственными руками совершенно естественно. Стоя у окна, он еще подумал, сколько по стране ходит нелегального оружия и сколько его станет через несколько лет. Он сел за стол. Пробежал глазами несколько записей, накопившихся со вчерашнего дня. В одной из них подробно освещались меры, планируемые в борьбе с поддельными кредитными картами. Он не особенно удивился, узнав, что где-то в Азии существуют целые фабрики, занимающиеся подделкой платежных карточек. В другой записке шла речь о закончившихся испытаниях перечного спрея, начатых еще летом 1994 года. При определенных обстоятельствах баллончики раздавались женщинам, которым что-то угрожало. Валлендер прочитал бумагу дважды, но так и не понял, при каких таких определенных обстоятельствах раздавались баллончики. Что именно угрожало тем, кто их удостоился, и какие результаты были достигнуты? Вздохнув, он отправил обе бумаги в корзину. Он оставил дверь приоткрытой, чтобы слышать голоса в коридоре. Женский смех. Это Лиза Хольгерсон, их начальница. Пару лет назад она сменила Бьерка. Многие насторожились. Начальник полиции женщина? Но Валлендер с самого начала почувствовал к ней уважение, и в дальнейшем первое впечатление подтвердилось. В половине восьмого зазвонил телефон. Это была Эбба из приемной. Все в порядке? Спросила она. Валлендер сообразил, что она тоже интересуется вчерашними событиями. Дом еще не продан, но, по-моему, все идет нормально. Я хотела спросить, ты не сможешь принять учебную экскурсию в половине одиннадцатого? Учебную экскурсию? Летом? Это группа моряков на пенсии. Они каждое лето собираются в сконе. У них какое-то общество, называется «Морские волки». Валлендер вспомнил про врача. Попроси кого-нибудь еще. Меня не будет как раз с половины одиннадцатого до двенадцати. Тогда я позвоню Анн Брит. Может быть, этим старым морским волкам женщина полицейская даже больше понравится. Или наоборот, сказал Валлендер. Было уже почти восемь, а Валлендер никак не мог заставить себя взяться за работу. Сидел, покачиваясь на стуле, и время от времени поглядывал в окно. Но, несмотря на ранний час, он уже чувствовал себя уставшим. Что скажет врач? Может быть, это усталость, судороги, симптомы серьезной болезни? Он поднялся и пошел в комнату для совещаний. Мартинсон уже был там. Свежепостриженный, загорелый. Валлендер вспомнил, как два года назад Мартинсон чуть не бросил службу. Его дочку поклотили в школе из-за того, что ее отец полицейский. Но Мартинсон все же остался. Для Валлендера Мартинсон все еще был юношей, новичком, хотя, подумав, он с удивлением сообразил, что все остальные пришли уже после Мартинсона. Они поговорили о погоде. В пять минут девятого Мартинсон спросил, «А где же Светберг?» Его удивление было понятным. Светберг славился пунктуальностью. «А ты с ним говорил?» «Его не было дома, но я оставил сообщение на автоответчике. Позвони еще раз». Мартинсон набрал номер. «Куда ты подевался?» спросил он. «Мы ждем». Он повесил трубку и покачал головой. «По-прежнему автоответчик». «Застрял по дороге», — сказал Валлендер. «Начнем без него». Мартинсон перебрал кипу бумаг, нашел открытку и протянул ее Валлендеру, ветвены с птичьего полета. Хильстремы нашли ее в почтовом ящике во вторник, 6 августа. Аслит, как видишь, пишет, что все хорошо, но они хотят еще немного задержаться. Передает привет от всех остальных, а заодно просит мать позвонить другим родителям и сказать, что все благополучно. Валлендер прочел открытку. Почерк был похож на Линден. Буквы такие же круглые. Он отложил карточку, и Ева Хильстрем пришла в полицию. Она не пришла, она ворвалась в мой кабинет. Мы знали и раньше, что она дама нервная, но тут было что-то немыслимое. Она совершенно очевидно испугана и уверена в том, что говорит. И что она говорит? Что-то случилось. Эту открытку писала не ее дочь. Валлендер подумал немного, что не сходится, почерк, подпись. Вообще-то она говорит, что почерк похож. Но утверждает, что почерк Астрид, ничего не стоит подделать, и подпись тоже. Может быть, она и права. Валлендер достал блокнот и ручку. У него заняло не более минуты скопировать более или менее похожий почерк Астрид, Хильстрем и ее подпись. Он отодвинул блокнот. Итак, Ева Хильстрем взволнована. Ее можно понять. Но если дело не в почерке и не в подписи, то в чем тогда? Она не может сказать. А ты спрашивал? Конечно. Что показалось ей странным? Лексика? Манера выражаться? Задал все наводящие вопросы, которые только можно придумать. Она не знает. Но совершенно уверена, что открытку написала не ее дочь. Валлендер поморщился и покачал головой. Что-то в этом есть. Они уставились друг на друга. Ты же помнишь, ты сам сказал вчера, что тоже встревожен. Мартинсон кивнул. Что-то есть, что-то не сходится. Я, правда, пока не знаю, что. Поставь вопрос по-другому, сказал Валлендер. Если они, скажем, не отправились в эту неожиданную поездку, куда они могли податься? Что могло произойти? Кто в таком случае пишет открытки? Паспорта они забрали, машин их тоже на месте нет. Это мы уже проверяли. Я, конечно, могу ошибаться, сказал Мартинсон. Может быть, я просто заразился ее тревогой. Естественно, родители волнуются за детей. Сколько раз я с ума сходил, не зная, куда подевалась Линда. Тоже приходили открытки со всего мира, из каких-то мест, о которых я и не слышал никогда. Что делаем? Выжидаем. Впрочем, знаешь что, давай-ка пройдем все с самого начала. Не проглядели ли мы что? Все было понятно. Трое молодых людей, от 20 до 23 лет, решили вместе отпраздновать Иванов день. Один из них Мартин Буге, живет в Симрисхамне. Девушки Лена Норман и Астрид Хиллстрюм в Истаде, в Восточном районе. Они дружат с детства. Сейчас тоже проводят вместе много времени. Все дети обеспеченных родителей. Лена Норман учится в Лунском университете, двое других пока не определились. Работают то там, то сям, присматриваясь к будущей профессии. Но учете в полиции никогда не состояли. Проблем с наркотиками как будто бы нет. Мартин Буге и Астрид Хиллстрюм пока еще живут с родителями. Лена Норман в студенческом общежитии в Лунде. Где они собирались праздновать Ивана в день? Неизвестно. Родители уже спрашивали их приятелей, но никто ничего не знает. И в этом тоже ничего необычного нет. Они вечно секретничали. У них была возможность пользоваться двумя машинами Вольво и Тойота. Машины исчезли, как и трое молодых людей. Они ушли из дому после обеда 21 июня, и с тех пор их никто не видел. Первая открытка пришла из Гамбурга 26 июня. Они сообщили, что решили попутешествовать по Европе. Через пару недель Астрид Хиллстрюм прислала открытку с парижским штемпелем, написала, что они направляются на юг, и вот теперь третья открытка. Мартинсон замолчал. И что могло случиться? Вслух подумал Валландер. Понятия не имею. Если хотя бы какие-то основания считать, что их исчезновение нельзя объяснить естественными причинами, честно говоря, нет. Валландер откинулся на стуле. То есть ничем, кроме нехороших предчувствий, Евы Хиллстрюм мы не располагаем. Беспокойная мама. Которая утверждает, что открытка написана кем-то еще, а не ее дочерью. Валландер кивнул. Она хочет, чтобы мы объявили розыск? Нет. Она хочет, чтобы мы что-то предприняли. Так и сказала. Полиция должна что-то предпринять. А что мы можем еще сделать, кроме того, что объявить розыск? Их имена мы уже внесли в базу данных? Наступила тишина. Валландер посмотрел на часы без четверти девять и повернулся к Мартинсона. Светберг? Мартинсон снова набрал номер Светберга и тут же положил трубку. Все тот же автоответчик. Валландер пустил открытку по полированному столу к Мартинсону. Не имею представления, что делать дальше, сказал он. Но я хочу тоже поговорить с Евой Хиллстрюм. Потом подумаем, что предпринять. Оснований для объявления в розыск нет. Пока нет. Мартинсон записал на клочке номер телефона. Она работает ревизором. А где найти ее мужа, отца Астрид? Они разведены. По-моему, он как-то звонил. Сразу после Иванова дня. Валландер поднялся. Мартинсон собрал разбросанные бумаги. А может быть, Светберг, как и я, сказал Валландер в дверях, взял выходной в счет отпуска? Он уже отгулял отпуск, уверенно заявил Мартинсон. Полностью. Ни одного дня не осталось. Валландер поглядел на него с удивлением. А ты откуда знаешь? Светберг, по-моему, не особенно склонен к откровенности. Я как-то попросил его выйти на неделю вместо меня. Он отказался. Сказал, что решил взять отпуск целиком, первый раз в жизни. Ну уж первый. Буркнул Валландер. И раньше брал. Они расстались у кабинета Мартинсона. Валландер вернулся к себе и набрал номер, полученный от Мартинсона. Когда на том конце взяли трубку, он узнал голос Евы Хильстрюм. Они договорились, что после обеда она зайдет в полицию. Что-то случилось? Нет, ответил Валландер. Просто я тоже хочу с вами поговорить. Он повесил трубку и собрался было сходить за кофе. Как в дверях появилась Анн Брит Хёглунд. Она была, как всегда, очень бледна, хотя только что вернулась из отпуска. Он подумал, что это наверняка связано с тем, что она еще не пришла в себя после тяжелого огнестрельного ранения два года назад. Физических последствий рано не оставила, но Валландер не был уверен, что психическая травма зажила так же хорошо. Иногда ему казалось, что Анн Брит мучает хронический страх. Это его не удивляло. Пожалуй, не проходило дня, чтобы он сам не вспомнил, как его ударили ножом двадцать лет назад. Больше, чем двадцать. — Я не помешала? Валландер показал на стул. — Ты не видела Светберга? — спросил он, когда она села. Она молча покачала головой. — Мы договорились встретиться, он, я и Мартинсон, но он так и не появился. — Он ведь даже не опаздывает никогда. — Вот именно. А на этот раз не просто опоздал, вообще не пришел. — А вы домой звонили? — Может быть, он заболел? — Автоответчик. К тому же Светберг никогда не болеет. — Я не помешала? Оба молча размышляли, куда мог провалиться Светберг. — А что ты хотела? — спросил, наконец, Валландер. — Ты помнишь банду, сплавлявшую машиной в Восточную Европу? — Еще бы. Два года я только этим делом и занимался. Под конец мы их все-таки допекли и главарей взяли, по крайней мере, шведских. Опять началось. Главарь же сидит. Свято место пусто не бывает. Нашлись другие. Теперь уже не из Гетеборга. Один из следов ведет в Люкселе. Валландер удивился. Люкселе же, в Лапландии. При нынешних средствах связи какая разница где? Валландер покачал головой. Анн Брид была права. Преступные организации всегда первыми активно осваивали технические новинки. — Я не в состоянии начинать все сначала, — сказал он. — Не надо мне больше контрабандных авто. Этим я займусь. Лиза так распорядилась. Должно быть, понимает, что краденые машины у тебя в печенках сидят. Я просто хотела, чтобы ты ввел меня в курс дела, и хороший совет тоже не помешает. Валландер кивнул. Они назначили время на завтрашний день. Потом пошли в столовую пить кофе. — Как отпуск? — спросил он. Вдруг у нее на глаза навернулись слезы. Валландер хотел что-то сказать, но она предостерегающе подняла руку. — Ничего хорошего, — сказала она, совладав с собой. — Но я не хочу об этом говорить. Она взяла свою чашку и резко встала. Валландер проводил ее взглядом, пытаясь понять, в чем дело. — Ничего мы не знаем, — подумал он. — Ни я, ни ихня, ни обо мне. Работаем вместе чуть не всю жизнь. И что мы знаем друг о друге? — Ничего. Он глянул на часы. Было еще достаточно времени, и он решил пройтись пешком до Капельгаттен, где принимал врач. Ему было очень тревожно. Врач оказался совсем молодым. Валландер никогда раньше его не видел. Его фамилия была Йорансон. Он приехал с севера. Валландер изложил ему жалобы, усталость, жажда, бесконечная беготня в туалет, судороги, выкрах. Врач выслушал его и сразу сказал — «Сахар?» — Сахар? — Сахар в крови. По-видимому, у вас диабет. Валландер остолбенел. Почему-то эта мысль никогда не приходила ему в голову. — У вас лишний вес, — сказал врач. — Анализы скоро будут готовы, а пока я вас послушаю. — Кстати, вы знаете, что у вас повышенное кровяное давление? Валландер отрицательно покачал головой, снял сорочку и лег на кушетку. Врач ничего особенного не услышан ни в легких, ни в сердце, но давление и в самом деле было высоким — 170 на 105. Потом его послали в лабораторию, где он сдал на анализ мочу и кровь. Сестра, проткнув ему палец, улыбнулась. Валландеру она показалась чем-то похожей на его сестру Кристину. Он вернулся в кабинет врача. Нормальный уровень сахара крови — от 2,5 до 6,4, а у вас 15,3 — это очень много. Валландер затошнила. — И это объясняет вашу усталость и жажду, и судороги, и то, что вы каждую минуту бегаете в туалет. — Надеюсь, есть лекарства? — Сначала попробуем поменять диету, — сказал Йорнсон. — И давлением надо заняться. Вы много двигаетесь? — Где там? — Это необходимо. Диета и физическая активность. Если не поможет, двинемся дальше. При таком уровне сахара страдают все системы организма. — Я диабетик, — ужаснулся Валландер. — Йорнсон, казалось, прочитал его мысли. — Ничего, вылечим, — сказал он. — Это не смертельно. — Во всяком случае, пока. У него снова взяли кровь, на этот раз из вены. Следующее посещение Йорнсон назначил уже на понедельник. Он вышел от врача в половине двенадцатого, дошел до старого кладбища и сел на лавку. Он никак не мог свыкнуться с услышанным. Порывшись по карманам, выудил очки и стал читать диетические рекомендации. В половине первого он вернулся в полицию. В приемной лежало несколько телефонограмм на его имя. Ничего спешного. В коридоре он наткнулся на Хансона. Светберг не появился? А что, его до сих пор нет? Валландер промолчал. После часа придет Ева Хильстрюм. Он постучал в полуоткрытую дверь Мартинсона, но там никого не было. На столе лежала тонкая папка, та же, что и утром. Он захватил ее, пошел к себе и просмотрел содержимое, в том числе и три открытки. Ему было трудно сосредоточиться. Слова доктора не выходили из головы. Из приемной позвонила Эбба. Пришла Ева Хильстрюм. Валландер пошел ее встретить. По пути он наткнулся на группу веселых пожилых людей и догадался, что это, скорее всего, и есть морские волки. Ева Хильстрюм была высокой худой дамой с настороженным выражением лица. Уже при первой встрече у Валландера сложилось впечатление, что она человек весьма беспокойный, из тех, что всегда ожидают худшего. Он пожал ей руку и пригласил в кабинет, спросив по пути, не хочет ли она выпить кофе. «Я не пью кофе», — сказала она, — «желудок не переносит». Она села на стул для посетителей, ни на секунду не выпуская его из поля зрения. «Она уверена, что у меня есть новости», — понял Валландер. «И, разумеется, дурные». Он сел за стол. «Вчера вы разговаривали с нашим сотрудником, — начал он, — и оставили открытку, полученную несколько дней назад. Открытка проштемпелевана в Вене и подписана вашей дочерью Астрид. Но вы считаете, что открытку писала не она. Я правильно понял?» «Да». Ответ прозвучал очень уверенно. «Мартинсон говорит, что вы не можете объяснить, почему вы так считаете. Не могу». Валландер достал из папки открытку. «Вы сказали, что подпись и почерк вашей дочери очень легко подделать. Можете попробовать». «Уже попробовал. Согласен. Легко». «Почему вы спрашиваете то, что уже знаете?» Валландер внимательно посмотрел на нее. Мартинсон был прав. Она была вне себя от беспокойства. «Я спрашиваю, чтобы еще раз убедиться, что все так и есть. Иногда это необходимо». Она нетерпеливо кивнула. «И все же у нас нет серьезных причин считать, что открытка написана кем-то еще», продолжил Валландер. «Может быть, есть еще что-то, что заставляет вас сомневаться в подлинности открытки?» «Нет, но я уверена, что права». «Правы в чем?» «В том, что открытка написана не ею. Ни это, ни предыдущее». Вдруг она встала со стула и начала кричать. Валландер был совершенно не готов к такому повороту событий. Она перегнулась через стол, схватила его за руки и, не переставая кричать, начала трясти. «Почему полиция бездействует? Я знаю, что-то случилось!» «Если вы все не способны понять такую простую вещь, что-то случилось!» Валландер с трудом освободился и встал из-за стола. «Мне кажется, вам лучше успокоиться». Но она не унималась. «Что подумают те, кто случайно проходит мимо его дверей?» Он обошел стол, крепко взял ее за плечи, усадил и даже вдавил немного в стул. Истерика прекратилась так же мгновенно, как и началась. Валландер медленно разжал руки и вернулся на свое место. Ева Хильстрюм смотрела в пол. Валландер выжидал. Ему стало не по себе. Ее ужас, ее твердая убежденность в своей правоте словно бы передались ему. «А что могло случиться, как вы думаете?» спросил он наконец. Она обреченно пожала плечами. «Не знаю». «У нас нет совершенно никаких данных, указывающих, скажем, на несчастный случай. Или на что-то в этом роде. Она посмотрела ему в глаза. «Ведь Астрид с друзьями и раньше путешествовали», — продолжал он. «Может быть, не так долго, как в этот раз. У них есть деньги, есть машины, есть паспорта. Все это уже было. К тому же Астрид и ее приятели в том возрасте, когда человек легко следует своим порывам. Ни о каком планировании и речи не идет. У меня у самого дочь. Немного старше, чем Астрид. Она такая же». «И все равно я знаю. Может быть, я часто волнуюсь по пустякам. Очень может быть. Но на этот раз я совершенно уверена, что-то не так. Другие же родители не волнуются? Родители Мартина Буги и Лены Норман. Я их не понимаю». «Только не думайте, что мы не принимаем вашу тревогу всерьез. Принимаем. Это наша обязанность. Обещаю, что мы еще раз взвесим основание для объявления в розыск». Казалось, от его слов она немного успокоилась. Но потом на ее выразительное лицо вновь набежала тень тревоги. Валандеру было ее жалко. Разговор закончился. Он проводил ее к выходу. «Мне очень жаль, что я вышла из себя», — сказала она на прощание. «Это совершенно естественно. Вы волнуетесь». Она пожала ему руку и исчезла за стеклянной дверью. Он пошел назад. Мартинсон высунулся из дверей и уставился на него с любопытством. «Чем это вы там занимались?» «Она и в самом деле напугана. Тревога ее ни капли не наиграна». «Мы должны что-то сделать. Только что?» Он задумчиво посмотрел на Мартинсона. «Давай завтра еще раз пройдем дело. Все вместе. Надо что-то решить. Объявлять розыск или нет. Меня по правде что-то беспокоит в этой истории». Мартинсон кивнул. «А Светберга ты видел?» Спросил он. «А он еще не объявился?» «Нет». «Все тот же автоответчик». Валандер поморщился. «Это на него не похоже». «Я все время набираю его номер». Валандер вошел в свой кабинет и позвонил Эбби. «Не соединяй меня ни с кем в ближайшие полчаса. Ты, кстати, ничего не слышала о Светберге? А что я должна была слышать?» «Я просто поинтересовался». Валандер откинулся на стуле и положил ноги на стол. Опять усталость и сухость во рту. Потом взял куртку и вышел. «Я ухожу», — сказал он Эбби. «Буду через час-другой». Было по-прежнему тепло и безветренно. Валандер пошел в городскую библиотеку на Сюрбрунесвеген и не без труда нашел полку с медицинской литературой. Наконец ему попалось то, что он искал — книга о диабете. Он сел за стол, достал очки и углубился в книгу. Через полтора часа у него сложилось ясное представление о том, что это за болезнь. Он понял, что винить ему, кроме самого себя, некого. Неправильное питание, неподвижный образ жизни. Попытки сидеть на разных диетах, приводившие только к тому, что он через неделю вновь набирал вес. Он поставил книгу на место с муторным чувством поражения и презрения к себе. Но теперь другого пути нет, придется менять привычки. Он вернулся в полицию в половине пятого. На столе лежала записка от Мартинсона. Найти Светберга пока не удалось. Валландер еще раз прочитал бумаги об исчезновении молодых людей. Рассмотрел внимательно все три открытки. У него вновь появилось ощущение, что он что-то проглядел. Что? Ему никак не удавалось поймать ускользавшую мысль. Вдруг его охватила тревога. Перед глазами встала Ева Хильстрюм. Он понял, что все это очень серьезно. Надо смотреть на вещи прямо и просто. Она знает, что открытки писал кто-то другой, не ее дочь. Откуда она это знает и почему так уверенно не имеет ни малейшего значения? Она знает, и этого достаточно. Валландер подошел к окну. Что-то с ними случилось. Вопрос. Что? В тот же вечер Валландер начал новую жизнь. На ужин он съел чашку жидкого бульона и немного салата. Он настолько сосредоточился на самоограничении, что напрочь забыл, что зарезервировал время в прачечной, а когда наконец вспомнил, было уже поздно. Он попытался увидеть в том, что произошло хорошую сторону. Подумаешь, сахар в крови. Еще не смертный приговор. Зато он получил предупреждение. И если он хочет жить нормально, ему надо всего-то немного изменить образ жизни. Ничего такого, с чем бы он не мог справиться. Тем не менее, поев, он остался совершенно голодным, как будто и не садился за стол. Тогда он съел помидор. Потом долго сидел за кухонным столом, составляя меню на ближайшие дни. Решил, что больше не будет пользоваться машиной. На работу и с работы только пешком. По субботам и воскресеньям на море долгие прогулки по берегу. Как-то они с Хансеном размечтали, что неплохо было бы начать играть в бадминтон. Так и надо сделать. В девять часов он поднялся из-за стола. Открыл балкон и вышел. Дул довольно сильный, но по-прежнему теплый ветер с юга. Самое жаркое время года. Он проводил взглядом стайку молодежи. Пока он сидел со своими диспетчерскими расчетами, он ни на чем не мог толком сосредоточиться. Но Ева Хильстрюм не выходила из головы. Он вспомнил, как она в него вцепилась, с лицом искаженным неподдельным страхом за дочь. Бывает, конечно, что родители совершенно не знают своих детей. Но чаще-то они их знают превосходно. Лучше, чем кто бы то ни было. Ему почему-то казалось, что именно так обстоит дело в случае Евы Хильстрюм и ее дочери. Он вернулся в комнату, оставив дверь на балкон открытой. Почему-то его не оставляло чувство, что он что-то проглядел. Что-то важное, что могло помочь сделать какие-то выводы, корректные с точки зрения следственной науки. Есть основания для тревоги у Евы Хильстрюм или их нет. Он пошел в кухню и поставил кофе. Тщательно вытер стол. Зазвонил телефон. Звонила Линда. Из ресторана на Кунсхольмене, где она работает. Кунсхольмен. Район Стокгольма. Это его удивило. Почему-то он был уверен, что это обеденный ресторан, и по вечерам она не работает. Владелец все переиграл, ответила она на его вопрос. К тому же по вечерам больше платит. В Стокгольме все очень дорого. В трубке послышался гомон и звон посуды. Я же понятия не имею. Что за планы у Линды, подумал Валандер. Только недавно она мечтала быть актрисой, но теперь это кажется позади. Она словно прочитала его мысли. Я вовсе не собираюсь всю жизнь работать официанткой, но я вдруг открыла в себе способность копить деньги. Зимой поеду путешествовать. Куда? Еще не знаю. Валандер решил не углубляться в эту тему. Вместо этого он рассказал ей, что Гертруд переехала к сестре, и что на дом объявлены торги. Жаль, сказала она. Мне бы хотелось, чтобы дом остался. Если бы у меня были деньги, я бы его купила. Валандер ее понимал. Линда очень дружила с дедом. Иногда он даже ревновал. Мне надо работать, сказала она. Хотела просто узнать, как у тебя дела. Все нормально. Был сегодня у врача. Ничего не нашли. Даже не сказали, что тебе надо похудеть. Только это и сказали. Очень снисходительный врач. Ты по-прежнему быстро устаешь, как и летом? Она меня видит насквозь, подумал Валандер. А почему не сказать все как есть? Что у меня диабет? Почему мне кажется, что этой болезни следует стыдиться? Я не устал. Неделя на Готланде была замечательной. Согласна. Но мне пора заканчивать. Если хочешь сюда позвонить, запомни номер. У них по вечерам другой. Он запомнил номер и повесил трубку. Взял кофе, сел перед телевизором и, убрав звук, записал продиктованный Линдой номер в углу газеты. Почерк у него был отвратительный. Вряд ли кто-то, кроме него самого, мог бы прочитать цифры. И в ту же секунду он сообразил, что за мысль не давала ему покоя. Он отодвинул кофе и поглядел на часы. Четверть десятого. Хотел позвонить Мартинсону, но отложил до завтра. Вернулся в кухню и сел за стол с телефонным справочником. Абонентов с фамилией Норман было четверо. Но из Мартинсоновой папки он запомнил адрес. Лена Норман и ее родители жили на Черингаттон. Недалеко от больницы. Отца звали Бертил Норман. Рядом с фамилией стоял титул «Директор». Он вспомнил, что Норман стоял во главе предприятия, экспортирующего батареи отопления. Он набрал номер. Трубку взяла женщина. Валандер представился, стараясь, чтобы голос звучал как можно более дружелюбно. Он не хотел их пугать. Он знал, как реагируют люди на звонки из полиции, особенно по вечерам. «По-видимому, я разговариваю с мамой Лены Норман? Меня зовут Лиллемур Норман». Он тут же вспомнил, это имя тоже было в бумагах. «Конечно, я мог бы позвонить и завтра», — продолжил Валандер. «Но мне нужно выяснить одну вещь. Полицейские, к сожалению, работают иногда в неурочное время. Она не выказывала ни малейших признаков беспокойства. Чем могу помочь? Может быть, вы хотите поговорить с мужем? Я сейчас его позову, он готовит урок математики с Лениным младшим братом». Валандер удивился. Ему казалось, что все домашние задания в школах давным-давно отменили. «Не надо его отвлекать», — сказал он. «Я звоню потому, что мне хотелось бы получить образец почерка Лены. Может быть, дома есть какие-нибудь ее письма?» Она прислала только открытки. Я думала, полиция это известно. Я имею в виду письма, написанные ею раньше. Не в этот раз. А зачем вам это? Чистейшая рутина. Мы сравниваем почерки. Ничего особенного. Даже не могу сказать, что это сверхважно». И часто такое случается, что полиция по вечерам звонит о пустяках. Ева Хильстрюм встревожена. А Лилли Мур Норман подозрительна. «Можете мне с этим помочь?» — спросил он, не отвечая на ее выпад. «У меня множество писем от Лены. Хватит одного в полстранички. Хорошо, сейчас найду. Кто-нибудь придет за ним? Я зайду сам. Минут через двадцать, ладно?» Он начал листать справочник дальше. Буги был только один. Ревизор из Симрисхамна. К телефону долго никто не подходил. И Валандер хотел уже было повесить трубку, как услышал голос. «Класс, Буге». Голос был юношеский. Почти детский. Скорее всего, младший брат. «А родители дома?» «Я один. У них банкет в гольф-клубе». Валандер поколебался, стоит ли продолжать разговор, но мальчик отвечал вполне разумно. «Скажи, пожалуйста, твой брат Мартин писал тебе когда-нибудь письма? Они у тебя сохранились? Этим летом нет. Где он там? В Гамбурге? А раньше?» Мальчик задумался. «В прошлом году он написал мне из Штатов. От руки? Да». Валандер прикинул, стоит ли прыгать в машину и ехать аж в Симрисхам. Или подождать до завтра. А зачем вам читать мои письма? Я вовсе не хочу их читать. Я хочу только посмотреть на почерк. Я могу послать факс, если это так срочно. Сообразительный парнишка. Валандер дал ему номер одного из полицейских факсов. «Я хочу, чтобы ты сказал об этом родителям. Когда они вернутся, я уже лягу спать. А завтра?» «Это же ко мне письмо». «Все равно лучше рассказать», — терпеливо сказал Валандер. «Думаю, что Мартин с друзьями скоро приедут. Не понимаю, почему мать Астрид мечет икру. Каждый день звонит». «А твои родители не волнуются?» «Они рады отдохнуть от Мартина. По крайней мере, отец». Разговор принял неожиданный оборот. Валандер ждал продолжения, но его не последовало. «Спасибо за помощь». «Это как игра», — сказал класс. «Что? Как игра?» «Они путешествуют во времени. Переодеваются. Как дети. Хотя уже давно взрослые. Не уверен, что я тебя понял», — сказал Валандер. «Они играют роли. Только не в театре, а в жизни. Я думаю, они и в Европу потащились для этого. Искать то, чего давно не существует». «И что, они всегда так играют?» «Но вечеринка на Иванов день — это же не игра?» «Люди вкусно едят, танцуют и выпивают», — закончил мальчик. «Но если при этом устроить маскарад, так еще веселей. Или как?» «Они устраивают маскарад?» «А, но я не все знаю. Они ничего не говорят, только шепчутся». Валандер не мог толком сообразить, о чем говорит мальчик. Он посмотрел на часы, пора было ехать к Лиле Мур Норман. «Спасибо за помощь. Не забудь передать родителям, что я звонил. И расскажи, почему». «Может быть, и расскажу», — сказал класс. Три разных реакции. Ева Хильстрюм вне себя от волнения. Лиле Мур Норман подозрительно и недоверчиво. Родители Мартина Буги рады, что он уехал, а его младший брат наслаждается отсутствием родителей. Он взял куртку и вышел. По пути заглянул в прачечную и застолбил новое время. Хотя расстояние до Черенгаттон было небольшим, он взял машину. Муцион подождет до завтра. Он свернул с Бельвью Веген и остановился перед двухэтажным особняком. Он еще подходил к калитке, а входная дверь уже открылась. Он сразу понял, что это Лиле Мур Норман. В отличие от Евы Хильстрюм, это была весьма плотная дама. Лена Норман на фото в папке Мартинсона была очень похожа на свою мать. В руке у нее был конверт. «Прошу прощения, что беспокою. Думаю, что муж все ей выскажет, когда она явится. Совершенно непростительный поступок. Взять и уехать, никого не предупредив». «Они совершеннолетние», — сказал Валлендер. «Ну, такие вещи, понятно, вызывают раздражение. Можно было не заставлять людей волноваться». Он взял конверт и, пообещав в ближайшее время вернуть письмо, поехал в полицию. Он зашел в оперативную часть. Дежурный разговаривал по телефону. Но, увидев Валлендера, он кивнул на один из факсов. «Класс Буге», — как обещал, прислал письмо своего брата. Валлендер пошел к себе, зажег настольную лампу и сел за стол. Разложил письма и открытки, надел очки и стал их изучать. Мартин Буге описывал брату матч по регби. Лена Норман сообщала, что в пансионе в Южной Англии нет горячей воды. Он откинулся на стуле. Догадка его была верна. И у Мартина Буге, и у Лены Норман был неровный, неразборчивый почерк. И подписи тоже. Если бы кто-то захотел подделать их письма, он, безусловно, выбрал бы Астрид Хильстрюм. Ему стало не по себе. Но он пытался рассуждать логично. Что это ему дает? Да ничего. Даже ответы на вопрос, зачем кому-то вообще понадобилось подделывать чьи-то открытки. И все равно что-то его сильно встревожило. Этим надо заняться серьезно. Если что-то случилось, то мы опоздали на два месяца. Он сходил за кофе. Было уже четверть одиннадцатого. Он перечитал лежавшее в папке описание развития событий, но никаких зацепок не обнаружил. Молодые люди, близкие друзья, решили вместе отпраздновать Иванов день. Потом надумали попутешествовать. С дороги посылают открытки. Вот и все. Валандер собрал письма и сложил в папку вместе с открытками. Больше ничего он сегодня сделать не мог. Завтра поговорит с Мартинсоном. И остальными. Надо решить, объявлять розыск или нет. Валандер погасил лампу и вышел. Из-за неплотно прикрытой двери кабинета Анн Брит Хёгунд пробивался свет. Он, стараясь ступать неслышно, подошел к двери и заглянул. Она сидела, уставясь на пустой письменный стол. Он застыл в нерешительности. Она обычно старалась не задерживаться на работе, всегда торопилась к детям. Ее муж, квалифицированный электромонтажник, постоянно уезжал в командировки. Он вспомнил ее утреннюю реакцию. А теперь она сидит и смотрит на пустой стол. Скорее всего, ей хочется побыть одной. Не следует навязывать ей свое общество. А может быть, ей нужно с кем-то поговорить? В конце концов, она всегда может попросить меня оставить ее одну, решил Валандер. Постучал в дверь и, дождавшись ответа, вошел в комнату. «Увидел, что у тебя горит свет», — сказал он. «Ты обычно не сидишь так поздно, если нет причины». Она молча смотрела на него. «Если хочешь, чтобы я ушел, просто скажи». «Нет», — пробормотала она. «Кажется, не хочу». «А что ты здесь делаешь? Что-нибудь случилось?» Валандер тяжело опустился на стул, ощущая себя толстым и бесформенным стариком. «Дайте, ребята, что исчезли на Ивана в день. Что-то новое?» «Собственно говоря, нет». Просто мне пришла в голову мысль, и я решил ее проверить. Но мне кажется, надо повнимательнее приглядеться к этой истории. «Ева Хильстрюм с ума сходит от волнения. Правда, из всех родителей только она». «А что могло случиться?» «В том-то и вопрос». «Объявляем розыск?» Валандер развел руками, пока не знаю. «Завтра определимся». В комнате была полутьма. Свет настольной лампы падал на пол. «Сколько ты уже в полиции?» Вдруг спросила она. «Долго. Иногда кажется, что слишком долго. Но я понял, что я полицейский и останусь полицейским, пока не уйду на пенсию». Она долго смотрела на него. Потом спросила. «А как ты выдерживаешь?» «Не знаю». «Но, во всяком случае, выдерживаешь?» «Не всегда». «Почему ты спрашиваешь?» «Я сегодня сорвалась утром. Там, в столовой. Я сказала тебе, что отпуск был не к черту. Он и был не к черту. У меня проблемы с мужем. Его никогда нет. Когда он возвращается, мы неделю привыкаем друг к другу. А когда, наконец, все более или менее утрясается, ему опять надо уезжать. Мы подумываем о разводе. А это всегда непросто. Особенно, когда есть дети. Я знаю», — сказал Валандер. «И в то же время я не совсем понимаю, чем мы тут занимаемся. Открывая утром газету, группа полицейских в Мальмё арестована. Скупка краденого. Вчера показали по телевизору. Полицейские боссы плещутся в бассейне. А бассейн принадлежит известному мафиози. Или гуляют на свадьбе у бандита где-нибудь на модном курорте. Как же? Почетные гости. Тебе не кажется, что такое случается все чаще? Я начинаю сомневаться, что выдержу на этой службе еще 30 лет. «Все трещит по швам», — сказал Валандер. «И давно трещит. В системе гниль. Это никакая не новость. Всегда среди полицейских были подонки. Сейчас их может быть побольше. Именно поэтому важно, важнее, чем когда-либо, чтобы такие, как ты, могли этому противостоять. А ты? У меня это тоже касается. Но как ты выдерживаешь?» Она сказала это с напором, даже агрессивно. И он узнал самого себя. Он тоже не раз сидел так, уставясь в пустоту и стараясь найти хоть единое светлое пятно в своей работе. «Я утешаю себя тем, что без меня было бы еще хуже», — сказал он. «Все-таки утешение, хотя слабое. Другого нет». Она вскинула голову. «Что происходит с этой страной?» Валандер ждал продолжения, но она больше не произносила ни слова. По улице прогрохотал грузовик. Помнишь эту жуткую историю в Сварте весной? Она помнила. Двое мальчишек 14 лет напали на третьего, которому было 12. Без всякой на то причины. Шиблись ног. И когда он лежал на земле, уже без сознания начали пинать его в грудь. Когда это кончилось, он был уже мертв. Тогда я понял, в жизни действительно что-то изменилось. Дрались всегда. Но раньше драка кончалась, когда кто-то падал. Он был побежден. Лежачего не бьют. Можно называть это как угодно. Правила игры. Или просто нечто само собой разумеющееся. Теперь не так. Потому что детей никто этому не учит. Словно бы целое поколение оказалось сброшено своими родителями. Или мы возвели равнодушие в норму? Вдруг оказывается, что ты как полицейский должен учиться заново. Твой опыт устарел. Он замолчал. Не знаю, что я себе напридумывала, когда поступала в высшую школу полиции, сказала она. Но только не это. И все равно надо держаться. Не уверен, чтобы ты, скажем, когда-нибудь думала, что тебя в один прекрасный день подстрелят. Как ни странно думала. На занятиях по стрельбе. Пыталась представить, что вот этот выстрел, который я только что сделала, достался мне самой. Но эту боль нельзя себе представить. И, конечно, на самом деле всерьез я в это не верила, что в меня будут стрелять. Из коридора послышались голоса. Проходившие мимо дежурной разговаривали о каком-то пьяном водителе. Потом опять стало тихо. А как ты сейчас? Ты имеешь в виду после ранения? Он кивнул. Мне это снится, сказала она. Мне снится, что я умираю. Или что пуля попала в голову. Это самое страшное. Так и бывает. Человек начинает бояться. Это вполне объяснимо. Она встала. В тот день, когда я начну бояться по-настоящему, я уйду с работы. Сейчас боюсь, но, видимо, не настолько. Спасибо, что зашел. Обычно я сама решаю свои проблемы. Но сегодня вдруг почувствовала себя совершенно беспомощной. Чтобы это признать, надо найти в себе силу. Она надела куртку и слабо улыбнулась. Валандер поинтересовался, хорошо ли она спала. Но Анн Бритни ответила. — Поговорим завтра об этих автомобильных контрабандистах, — спросила она. — Лучше после обеда. С утра не забудь у нас на повестке пропавшей юнцей. Она внимательно посмотрела на него. — Тебя что-то беспокоит? — Ева Хильстрюм. — Меня беспокоит, что она в такой тревоге. Мимо этого не пройдешь. Они вышли на улицу. Он огляделся. Машины Анн Брит на стоянке не было. Он предложил ее подвезти, но она отказалась. — Мне надо пройти, — сказала она. — Подумать только, как тепло. — Жара. Самая жаркая пора. Они попрощались. Валандер поехал домой, выпил кофе, полистал истыцкую смесь и лег, оставив окно настиж. В спальне было жарко. Уснул он мгновенно. Он проснулся от резкой боли в ноге. Левую икру свела судорога. Он опустил ногу на пол и напряг, что было сил. Боль прошла. Он осторожно прилег опять, боясь, что судорога повторится. Часы на ночном столике показывали половину второго. Ему снова снился отец. Какие-то бессвязные обрывки. Они идут по улице в незнакомом городе. Кого-то ищут. Кого? Так и осталось непонятно. Занавеска на окне тихонько шевелилась. Он подумал о матери Линды. Моне, на которой когда-то был женат. Сейчас у нее новый муж. Он играет в гольф, и у него наверняка нормальный сахар крови. Мысли блуждали. Вдруг он увидел себя самого с байбой на бескрайнем песчаном пляже Скагена. Скаген, полуостров на севере Дании. Потом она исчезла. Сон как рукой сняла. Он сел в постели. Откуда взялась эта мысль, он не знал. Но вдруг все остальное стало неважным. Светберг. Совершенно невероятно, чтобы он не сообщил, если, скажем, внезапно заболел. К тому же он никогда не болел. Если случилось что-то непредвиденное, все равно он должен был сообщить. Не мог не сообщить. Ему надо было подумать об этом раньше. Если Светберг не дал о себе знать, это может означать только одно? Светберг находится в такой ситуации, что не может с ними связаться? Валандеру вдруг стало страшно. — Глупый, иррациональный страх, — подумал он. — Что может случиться со Светбергом? Но страх не проходил. Он опять посмотрел на часы, вышел в кухню и начал искать телефон Светберга. Набрал номер. После нескольких сигналов ответил автоответчик. Голосом Светберга. Теперь Валандер был совершенно уверен, что-то случилось. Он оделся и спустился к машине. Вдул довольно сильный ветер, но жара не спадала. Через несколько минут он поставил машину на центральной площади и пошел пешком к малой Норрегаттан, где жил Светберг. В окне горел свет. Валандер почувствовал облегчение, но только на секунду. — Почему он не снимает трубку, если он дома? Валандер подергал подъездную дверь, заперто. Кода он не знал. Он достал из кармана перочинный нож, выбрал самое толстое лезвие и осторожно просунул в щель. Замок открылся. Светберг жил на самом верхнем третьем этаже. Валандер, задыхаясь, взбежал по лестнице и прижал ухо к двери. Ни звука. Открыл лючок для газет. Тишина. Он ошел кнопку и услышал в квартире звонок. Он позвонил трижды, потом начал колотить в дверь. Попытался обдумать ситуацию. Он не должен ничего предпринимать в одиночестве. Святое полицейское правило. Сунул руку в карман. Мобильник, разумеется, остался на кухонном столе. Он спустился вниз, подложил камень, чтобы дверь не закрылась, и нашел телефон-автомат на центральной площади. Набрал номер Мартинсона. — Извини, что разбудил. — Но мне нужна твоя помощь. — А что случилось? — Ты нашел Светберга? — Нет. — Значит, случилось. — Воцарилось тягостное молчание. Валлендер понял, что Мартинсон принял его слова более чем всерьез. — Я жду тебя на малый нор, Регаттон. — Максимум десять минут, — сказал Мартинсон. Валлендер дошел до машины и открыл багажник. Там лежали кое-какие инструменты, завернутые в грязный пластик. Он достал монтировку и вернулся к дому Светберга. Через десять минут рядом с ним затормозила машина Мартинсона. Валлендер заметил, что Мартинсон надел пиджак прямо на пижаму. — О чем ты думаешь? — Не знаю. Они поднялись по лестнице. Валлендер попросил Мартинсона позвонить еще раз. Никто не открывал. Мужчины переглянулись. — Может быть, у него запасной ключ в кабинете? Валлендер мотнул головой слишком долго. Мартинсон отошел в сторону. Он знал, что сейчас последует. Валлендер достал монтировку и взломал замок. Глава четвертая Ночь на 9 августа 1996 года была, пожалуй, одной из самых долгих в жизни Курта Валлендера. Когда он на рассвете покинул дом на Малый Норрегаттен, у него по-прежнему было ощущение, что это происходит не с ним. И во всяком случае не наяву. Он словно спал. И снился ему совершенно непостижимый кошмар. Но все, что он видел этой ночью, было реальностью. И реальность эта была хуже любого кошмара. Много раз за свою жизнь он видел последствия жестоких и кровавых драм. Но взламывая замок на двери Светберга, он даже предположить не мог, что его ждет. У него еще до этого были нехорошие предчувствия, и он был прав. Они, стараясь ступать тихо, словно на вражеской территории, вошли в темную прихожую. Он впереди, Мартинсон, чуть сзади. Из-за закрытой двери в гостиную пробивался свет. Валандер слышал за спиной тяжелое дыхание Мартинсона. Он открыл дверь и отпрянул. Так что чуть не сшиб Мартинсона, тот перегнулся и тоже заглянул в комнату. Валандеру показалось, что Мартинсон застонал. Этого ему никогда не забыть. Как Мартинсон стонал, словно больной ребенок, глядя на то немыслимое, что предстало ей глазами. Светберг лежал на полу гостиной, с ногой переброшенной через опрокинутый стул. В странной позе, как будто у него вдруг не стало позвоночника. Валандер стоял в дверях, окаменев от ужаса. Это был Светберг. И он был мертв. Человека, с которым он проработал много лет, больше нет. Его странно перекрученный труп лежит перед ним на полу. Он никогда не сядет на свое обычное место на длинной стороне стола, не будет почесывать лысину карандашом. Впрочем, теперь у Светберга не было лысины. Половина черепа была снесена. Чуть поодаль лежала охотничья двустволка. Брызги крови были повсюду. Даже на стене, в нескольких метрах от упавшего стула. Валандер стоял неподвижно с колотящимся сердцем. Он знал, что эта картина никогда не исчезнет из его памяти. Мертвый Светберг. Его изуродованная голова, прокинутый стул и ружье на красном ковре с голубым кантом. Вдруг пришла в голову идиотская мысль. Теперь Светберга не будет мучить его паническая боязнь Оз. — Что произошло? — срывающимся голосом спросил Мартинсон. Валандеру показалось, что Мартинсон вот-вот заплачет. Сам он словно бы не до конца осознавал происшедшее. Светберг погиб? — Это невероятно, этого не может быть. Сорокалетний полицейский... Почему он должен погибнуть? Он должен сегодня сидеть на оперативке. Светберг с его лысиной, боязнью Оз, с привычкой в одиночестве ходить в сауну по пятницам. — Тот, кто лежит на полу, не может быть Светбергом. — Это кто-то другой, похожий на Светберга. Валандер инстинктивно посмотрел на часы. Десять минут третьего. Они постояли несколько мгновений в дверях и снова вышли в прихожую. Валандер включил бра и увидел, что Мартинсон обьет крупная дрожь. Интересно, как он сам выглядит со стороны. — Полный наряд, — тихо сказал он. На столе в прихожей стоял телефон, но автоответчика тут не было. Мартинсон кивнул и взялся было за трубку. — Подожди! — основил его Валандер. — Надо подумать. — А что было думать? Может быть, он все еще надеялся на чудо? Что Светберг вдруг встанет у них за спиной и скажет, что все это им только померещилось? — Ты помнишь номер Лизы Хольгерсон? — спросил он. У Мартинсона была редкостная способность запоминать адреса и телефонные номера. Их было двое таких — Мартинсон и Светберг. Теперь остался один Мартинсон. Мартинсон, заикаясь, пробормотал номер. Лиза Хольгерсон взяла трубку после второго сигнала. Наверное, телефон стоит у нее на ночном столике. — Валандер. Извини, что разбудил. В ее голосе не было ни малейших признаков, что она спросонья. — Хорошо бы ты сюда приехала. Мы с Мартинсоном в квартире Светберга на Малой Норрегаттен. Светберг мертв. Он услышал, как она застонала. — Что случилось? — Не знаю. Выстрел в голову. — Ужас какой! — То есть убийство? Валандер подумал про ружье на полу. — Не знаю. Убийство или самоубийство. Не знаю. — С Нюбергом уже говорил? — Решил сначала позвонить тебе. — Сейчас оденусь и приеду. Валандер пальцем нажал рычаг и протянул трубку Мартинсону. — Начни с Нюберга. — Сказал он. В гостиную вели две двери. Пока Мартинсон говорил по телефону, Валандер пошел в обход через кухню. На полу валялся вынутый из буфета ящик. Дверца в угловом шкафу открыта, бумаги и квитанции тоже на полу. Валандер старался запомнить всю эту картину. Из прихожей доносился голос Мартинсона, объяснявшего ситуацию криминалисту по фамилии Нюберг. Валандер пошел дальше, тщательно выбирая место, куда поставить ногу. Спальня, постель не застелена, одеяло на полу. Простыня в цветочек, — горестно подумал он. Светберг спал, словно на лужайке. Между спальней и гостиной был маленький кабинет. Книжные полки, письменный стол. Светберг любил порядок. В его комнате на работе стол был всегда педантично прибран. Никаких ненужных бумаг. Здесь же книги и пустые ящики стола валялись на полу. Повсюду были разбросаны какие-то бумаги. Он вошел в гостиную, на этот раз с другой стороны. Теперь перед ним лежало ружье, и чуть подальше, изувеченный труп Светберга. Он стоял, не шевелясь, стелись понять, что здесь произошло. Он старался не упустить ни одной детали, ничего из того, что осталось после разыгравшейся здесь драмы. В голове роились вопросы. Кто-то же должен был слышать выстрелы. Когда все это произошло? И что произошло? В дверях появился Мартинсон. «Едут», — сказал он. Валандер медленно пошел назад тем же путем. Остановился на секунду в кухне и вдруг услышал лай собаки и раздраженный голос Мартинсона. Он поспешил в прихожую. На лестничной площадке стоял полицейский с собакой. За его спиной маячили несколько фигур в домашних халатах. Полицейского звали Эдмудсон. Он служил в Истаде совсем недавно. «Я приехал по тревоге, неуверенно», — сказал он, увидев Валандера. «Сказали, что здесь взломали квартиру какого-то Светберга». Валандер сообразил, что Эдмудсон просто не понял, о каком Светберге идет речь. «Хорошо», — сказал он. «Здесь произошел несчастный случай. Это квартира следователя полиции Светберга». Эдмудсон побледнел. «Я даже не подумал». «А как ты мог подумать?» «А сейчас можешь возвращаться в полицию. Сюда едет вся бригада». «А что случилось?» — спросил Эдмудсон. «Светберг мертв». «Больше мы пока не знаем», — сказал Валандер. И тут же пожалел. «Кому-то из соседей может прийти в голову позвонить в газету, а Валандеру меньше всего хотелось разговаривать с толпой настырных журналистов. Полицейский, погибший при неясных обстоятельствах, всегда лакомая новость». Эдмудсон с собакой сбежали по лестнице. Валандер подумал, что он даже не знает имя овчарки. «Ты не мог бы заняться с соседями прямо сейчас?» — попросил он Мартинсона. «Может быть, нам удастся установить время?» «А сколько выстрелов было?» «Один?» «Не знаю». «Но кто-то должен был слышать». Валандер заметил, что дверь к квартиру напротив не закрыта. «Попроси разрешения воспользоваться их квартирой», — сказал он. «Сюда лучше бы никому не заходить, а на лестнице тесно». Мартинсон кивнул. Глаза его покраснели. Его бил озноб. «Что это за чертовщина?» Валандер понурил голову. «Не знаю. Как будто ограбление. Все выворачено на пол». Внизу хлопнула дверь. Кто-то поднимался по лестнице. Мартинсон начал заталкивать встревожных соседей в квартиру напротив. Появилась Лиза Хольгерсон. «Хочу тебя подготовить. Ты должна знать, что тебя ждет». «Что, так страшно?» Светберг убит выстрелом из двух стволки в голову. Стреляли в упор. Она поморщилась. Потом собралась с духом и шагнула в прихожую. Валандер показал на дверь в гостиную. Она заглянула в дверь и резко отвернулась. Ее шатнуло. Валандеру показалось, что она вот-вот упадет в обморок. Он взял ее под руку и проводил в кухню. Она опустилась на синий венский стул и посмотрела на Валандера расширенными от ужаса глазами. Кто мог это сделать? «Я не знаю». Валандер нашел стакан и дал ей воды. «Вчера Светберга не было. Просто исчез, не предупредив». «Это для него необычно», — сказала Лиза Хольгерсон. «Очень необычно. Меня сегодня ночью как током ударило. Что-то случилось. Вскочил и помчался сюда». «То есть это могло случиться раньше, чем вчера вечером? В том-то и дело. Мартинса сейчас опрашивает соседей. Может быть, кто-то что-то слышал? Надеюсь, что да. Дробовики бесшумно не стреляют. Если нет, пусть судебные медики в Лунде определяют, когда он был убит». Валандер слышал свои профессиональные комментарии, словно со стороны. Его затошнило. «Он ведь был не женат?» «Полуутвердительно», — спросила Лиза Хольгерсон. «А родственники есть?» Валандер задумался. Он помнил, что мать Светберга умерла несколько лет тому назад. Об отце он никогда ничего не слышал. Впрочем, с одной из родственниц Светберга он встречался несколько лет назад в связи с расследованием убийства. «Двоюродная сестра», — сказал он, — «акушерка». «Зовут Ильва Бринг. Больше ничего сказать не могу». В прихожей послышался голос Нюберга. «Я посижу пока здесь», — сказала Лиза Хольгерсон. Валандер вышел встретить Нюберга. «Что тут у вас за херня?» Нюберг был превосходным криминалистом, но работать с ним было довольно трудно. У него постоянно было скверное настроение. Похоже, он не сообразил, куда его вызвали. «Ты знаешь, где ты находишься?» — осторожно спросил Валандер. «Нихрена я не знаю, кроме того, что меня подняли среди ночи и вызвали на малую Норрегаттен. Мартинсон мямлил какую-то чушь, что на него не похоже. Не проснулся, что ли? А в чем дело?» Валандер посмотрел на него так, что Нюберг осекся. «Святберг», — сказал Валандер. «Святберг мертв. Похоже, его убили». «Калле Светберг?» — недоверчиво спросил Нюберг. У Валандера перехватило дыхание. Нюберг был один из немногих, кто называл Светберга по имени. Карл Эверт, Калле. Он лежит там. Стреляли из дробовика прямо в лицо. Нюберг зажмурил глаза и сморщился. «Тебе, думаю, не надо рассказывать, как это выглядит?» «Нет», — сказал Нюберг, — «не надо». Нюберг пошел в гостиную и, дернувшись, остановился на пороге. Валандер помедлил минутку, давая тому прийти в себя. «У меня к тебе сразу вопрос», — сообщил он Нюбергу. «Можно сказать, основной. Ружье лежит в двух метрах от тела. Вопрос. Могло оно туда угодить, если он застрелился сам?» Нюберг подумал секунду и решительно сказал, «Нет, это исключено. Если человек держит ружье в руках и направляет его себе в лицо, оно не может отлететь так далеко. Это невозможно». Валандер почему-то почувствовал облегчение. «Значит, не самоубийство». В прихожей стало тесно. Появились врач и Хансон. Еще один техник-криминалист распаковывал свою сумку. «Послушайте меня секунду», — сказал Валандер. «Убит наш следователь. Светберг. Он лежит там, за дверью. Зрелище жуткое. Мы все знали его. Мы все скорбим о нем. Он был наш коллега. И это почти невыносимо...» Он замолчал. Он ясно понимал, что должен сказать что-то еще, но слова не приходили на ум. Нюберг и его помощники приступили к работе. Лиза Хольгерсон так и не встала со стула. «Я должна позвонить его к кузине», — сказала она. «Наверное, ближе ее у него никого нет». «Я могу позвонить», — сказал Валандер. «Я с ней знаком». «Опиши мне вкратце», — попросила она. «Что здесь произошло? Как ты думаешь? Для этого нужен Мартинсон. Сейчас позову». Валандер вышел на площадку. Дверь к квартиру напротив была приоткрыта. Он постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Мартинсон был в гостиной. С ним было еще четверо. Двое мужчин и две женщины. Трое в халатах, один уже одетый. Валандер знаком попросил Мартинсона выйти. «Подождите несколько минут», — попросил он соседей. Они вернулись в квартиру Светберга и прошли на кухню. Мартинсон был очень бледен. «Давай начнем сначала», — сказал Валандер. «Кто последним видел Светберга?» «Может быть, и я», — сказал Мартинсон. «Не знаю. По-моему, это было в столовой среду утром. Часов в одиннадцать. Как он выглядел?» «Если бы было что-то необычное, я бы обратил внимание. После обеда ты позвонил мне. Мы решили встретиться втроем в четверг утром. Я пошел к нему. Но его в кабинете не было. В приемной сказали, что он ушел, и сегодня его не будет. Когда он ушел?» «Это я не спросил». «И что ты сделал?» Позвонил ему домой и наговорил на автоответчик, что у нас завтра восемь совещаний. Потом звонил еще несколько раз, но никто не отвечал. Валандер подумал. «Значит, в среду. В какое-то время. Но мы не знаем. Светберг уходит из полиции. Все вроде бы нормально. В четверг он не является на работу, что для него в высшей степени не характерно. Причем даже не важно, получил он твое сообщение или нет, он всегда приходил на работу вовремя или звонил. Значит, это случилось еще в среду», — сказала Лиза Хольгерсон. Валандер кивнул. «В какой-то момент нормальное перестает быть нормальным и становится ненормальным», — подумал он. «Мы должны определить этот момент». И еще одна мысль пришла ему в голову. Он вспомнил, как Мартинсон как-то обратил его внимание, что у него, Валандера, не работает автоответчик. «Погодите-ка», — сказал он, и вышел из кухни. В кабинете Светберга на столе стоял автоответчик. Валандер выглянул в гостиную. Нюберг стоял на коленях рядом с ружьем. Валандер помахал ему. «Я хочу послушать автоответчик. Скажи, как сделать, чтобы ничего не нарушить? Мы всегда можем вернуть кассету в исходную точку», — сказал Нюберг. На руках у него были прозрачные перчатки. Валандер кивнул, и Нюберг нажал на кнопку. Они услышали три сообщения Мартинсона. Мартинсон каждый раз называл время звонка. Кроме этого ничего. «А что говорит Светберг?» Нюберг нашел другую кнопку. Они оба вздрогнули, услышав голос Светберга. «К сожалению, в настоящий момент меня нет дома. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала». И все. Валандер вернулся в кухню. «Все твои сообщения записались», — сказал он Мартинсону. «Мы пока, правда, не знаем, слушал ли их кто-нибудь». Все замолчали, обдумывая его слова. «А что говорят соседи?» — спросил он. «Никто ничего не слышал. Странно. Никто не слышал выстрела, хотя кто-то все время был дома. Валандер нахмурился. Как это может быть? Чтобы никто ничего не слышал. Я еще не закончил опрос. Мартинсон вышел, и тут же в дверях возник полицейский. Там журналист пришел». «О, дьявол!» — подумал Валандер. Кто-то успел таки позвонить. Он посмотрел на Лизу Хольгерсон. «Сначала мы должны поговорить с родственниками», — сказала она. «К середине дня мы должны что-то сказать журналистам». Валандер повернулся к полицейскому. «Никаких комментариев. Пусть приходят в полицию завтра». «В одиннадцать», — добавил Элиза Хольгерсон. Полицейский ушел. Нюберг что-то прорычал в гостиной, и снова стало тихо. Нюберг был чрезвычайно вспыльчив. Слава богу, что вспышки его гнева, как правило, оказывались короткими. Валандер принес из кабинета телефонный справочник. Он лежал на полу. Нашел номер Ильвы Бринг и вопросительно посмотрел на Лизу. «Звони ты», — сказала она. «Нет, в полицейской работе ничего хуже, чем сообщать родственникам о смерти близких. Курт Валандер в таких случаях всегда старался захватить с собой священника. И все равно, несмотря на то, что ему приходилось много раз выполнять эту жуткую обязанность, привыкнуть он не мог. Хотя Ильва Бринг приходилась Светбергу всего лишь двоюродной сестрой, ничего хорошего от этого разговора он не ждал. С ужасом услышал он первый сигнал. После третьего включился автоответчик. Ильва Бринг была на дежурстве. Валандер положил трубку и вспомнил, как они со Светбергом приходили к Ильве в больницу два... Да, два года тому назад. Теперь Светберг мертв. До сознания это все еще никак не могло дойти. Светберг мертв. Она на работе, сказал он. Я поеду туда и поговорю с ней. Это надо сделать срочно, сказала Лиза Хольгерсон. Может быть, у Светберга есть и другие, более близкие родственники, про которых мы просто не знаем. Валандер кивнул. Она была права. Хочешь, я поеду с тобой? Да нет, не надо. Будь на ее месте Анн Бритт. Он бы ответил по-другому. Вдруг он понял, что Анн Бритт ничего не знает. Иначе она была бы уже здесь. Ей не сообщили. Лиза Хольгерсон поднялась и вышла. Валандер сел на ее стул и набрал номер Анн Бритт. Ответил полусонный мужской голос. Мне надо поговорить с Анн Бритт. Это Валандер. Кто? Курт Валандер. Какого черта? Злобно произнес голос на том конце провода. Это телефон Анн Бритт Хоглунд? В этом доме только одна ведьма. Ее зовут Альма Лундин, прорычал тот. Валандеру показалось, что он слышал звук бросаемой трубки. Значит, он ошибся номером. Он еще раз набрал номер. Медленно и тщательно. На этот раз после второго сигнала трубку взяла Анн Бритт. Это Курт. Судя по голосу, она не спала. Наверное, не может заснуть со всеми своими проблемами. А тут еще одна. — Что случилось? — спросила она. — Сведберг мертв. Похоже, убит. — Что? — К сожалению. У себя в квартире. Малая норра, Гаттон. Я знаю, где это. Приедешь? Немедленно. Валандер положил трубку и остался сидеть за столом. В дверях появился техник-криминалист. Видимо, хотел что-то спросить, но Валандер отмахнулся. Ему надо было подумать. Недолго. Хотя бы минуту. И в эту минуту он понял, что во всем этом деле есть что-то странное, что-то совершенно не укладывающееся в обычные схемы. Но что именно, ответить он не мог. Техник вернулся. — Нюберг хочет с вами поговорить. Он прошел в гостиную. Каждый был занят своим делом, но атмосфера была невыносимо тяжкой. Сведберг еще два дня назад работал вместе с ними. Он был не особенно яркой личностью, но его все любили. А теперь он убит. Врач стоял на коленях рядом с телом. То и дело сверкали фото вспышки. Нюберг что-то записывал в блокнот. Увидев Валандера, он подошел. У Сведберга было оружие? — Ты имеешь в виду охотничье ружье? — А что же еще? — Не знаю. Не думаю, чтобы он был охотником. Довольно странно, чтобы убийца оставил оружие на месте преступления. Валандер кивнул. Он тоже об этом думал. — А больше ничего необычного ты не заметил? Нюберг поглядел на него, прищурившись. — По-моему, когда у твоего коллеги снесло полголовы, уже довольно необычно. — Ты знаешь, что я имею в виду? Валандер не стал ждать ответа. Повернулся и вышел, столкнувшись в дверях с Мартинсоном. — Ну и как? Удалось установить время? — Никто ничего не слышал, — повторил Мартинсон. — При том, что, похоже, в доме все время были люди, либо в квартире напротив, либо внизу. И они не слышали. — Как это может быть? — Внизу живет пенсионер, бывший учитель. Он глуховат. — У остальных слух в порядке? Валандеру не верилось. Кто-то наверняка слышал выстрел. — Продолжай, — сказал он. — Я еду в родильный дом. Помнишь его двоюродную сестру, Ильву Бринг, акушерку? — Мартинсон кивнул. Может быть, это его ближайшая родственница. — По-моему, у него была еще тетка в Вестер-Йотланде. — Спрошу у Ильвы. Он спустился по лестнице и, выйдя на улицу, глубоко вдохнул. К нему подошел журналист, знакомый из истатской смеси. — Что происходит? Выезд на место происшествия среди ночи полной бригадой? В дом, где живет следователь Светберг? — Сейчас ничего не могу сказать, — брукнул Валандер. — В одиннадцать часов в полиции. — Не можешь или не хочешь? Валандер промолчал. — Журналист? Валандер вспомнил его имя. Викберг. Кивнул. — Значит, в деле труп. — Или как? — Ты не можешь ничего сказать, потому что еще не известили родню? — Прав я или нет? Если бы это было так, я позвонил бы по телефону. Викберг улыбнулся. — По телефону? Так не делают. Ты должен найти полицейского священника, все эти процедуры. Что, Светберг умер? Валандер слишком устал, чтобы злиться. Мне совершенно все равно, что ты думаешь, и какие догадки строишь. В одиннадцать часов информация для прессы. До этого ни я, ни кто другой не скажут ни слова. — А куда ты сейчас? — Проветриться. Он пошел по улице. Дойдя до угла, оглянулся. Сзади никого не было. Викберг исчез. Он свернул направо, на Сладдергаттен, потом налево, на большую Норрегаттен. Хотелось пить и писать. Он огляделся. Никого. Подошел к стене дома и облегчился. Что-то здесь не так. Не выходила из головы мысль. Что-то не так. Что не так. Он не мог сообразить. Почему убили Светберга? Это жуткая картина. Изуродованное и нелепое изогнутое тело. Что здесь не так? Он уже дошел до больницы. Нашел приемный покой и позвонил в дверь. Поднялся на лифте в родильное отделение. В память ожила картинка, как два года назад они со Светбергом пришли поговорить с Ильвой Бринг. Но теперь Светберга с ним нет. Словно бы его и не было никогда. Вдруг он через стеклянную дверь увидел Ильву Бринг. В ту же секунду и она его увидела, причем узнала не сразу. Она подошла к двери и открыла. И сразу поняла. Что-то случилось. Что-то случилось. Глава пятая Они прошли в регистратуру родильного отделения. Было десять минут четвертого. Валандер рассказал все как было, ничего не утаивая. Светберг убит. Одним или несколькими выстрелами из охотничьего ружья. Кто стрелял, когда и почему, пока неизвестно. Он, правда, не стал ей описывать, как выглядит место преступления. Не успел он закончить, зашла одна из ночных сестер. Хотела спросить о чем-то. Я пришел с известием о смерти, сказал Валандер. Не могли бы вы немного подождать? Сестра уже собиралась уйти, как Валандер попросил принести ему стакан воды. У него настолько пересохло во рту, что язык прилип к небу. Мы все в шоке, сказал Валандер. То, что произошло, совершенно непостижимо. Ильва Бринг не произнесла ни слова, только страшно побледнела. Пришла сестра со стаканом. Могу я чем-нибудь помочь? Сейчас нет, сказал он. Он, не отрываясь, опорожнил стакан, но жажду не утолил. — Я не понимаю, — сказала Ильва Бринг. — Просто не могу понять. И я не понимаю. Пройдет много времени, прежде чем пойму. Если вообще когда-нибудь пойму. Он поискал в куртке ручку. Ручка нашлась, но блокнот он, как всегда, забыл. В корзине для бумаг нашел листок, на котором были нарисованы человечки. Он расправил его и положил на газету. — Я должен задать несколько вопросов, — сказал он. — У него есть родственники? Должен признаться, что знаю только тебя. Родители умерли. Сестер и братьев нет. Кроме меня только один двоюродный брат. Я двоюродная сестра по отцовской линии, а он по материнской. Его зовут Стуре Бьорклунд. Валандер записал. — Он живет здесь, в Истаде, на хуторе, под Хедескугой. — Он крестьянин? — Профессор Копенгагенского университета. Валандер удивился. Светберг, по-моему, никогда о нем не говорил. Они почти никогда не встречались. Если ты спрашиваешь, с кем из родственников Калли поддерживал контакт, то ответ один — только со мной. Все равно ему надо сообщить. Как ты сама понимаешь, пресса подымет шум. Полицейский умирает насильственной смертью. Насильственной смертью, — повторила она. — Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что он, скорее всего, был убит. А что это еще может быть? Это мой следующий вопрос. Мог ли он совершить самоубийство? — А разве не все могут совершить самоубийство, если обстоятельства вынуждают? — Может быть, ты и права? — А разве вы не можете отличить убийство от самоубийства? Увидим. — Скорее всего, можем. Но я все равно должен был спросить. Она подумала. — Даже у меня были такие мысли, — сказала она. — После того, через что я прошла. Но никогда не думала, чтобы Карл. То есть причин у него не было. Несчастным его назвать было нельзя. — Когда ты видел его в последний раз? — Он звонил в воскресенье. — А как он тебе показался? — Как обычно. — Почему он звонил? — Мы обычно перезваниваемся раз-другой на неделе. Если бы он не позвонил, позвонила бы я. Иногда я приглашала его поужинать. Иногда приходила к нему. — Как ты помнишь, мужа моего почти никогда не бывает дома. Он начальник машинного отделения на танкере. Дети наши уже выросли. То есть Светберг готовил ужин и приглашал тебя? — А почему бы нет? — Даже представить не могу его на кухне. Он очень хорошо готовил. Особенно рыбу. Валендер помолчал. — Значит, он звонил в воскресенье. — Четвертого августа. И все было как всегда. — Да. — О чем вы говорили? — Обо всем и ни о чем. Помню, он жаловался, что устал, выработался. Валендер насторожился, так и сказал, выработался. — Да. — Но он же только что из отпуска. — Я точно помню. Он именно так и сказал. Валендер подумал немного. А где он отдыхал? Он не любил уезжать из Истада. Обычно проводил отпуск дома. Может быть, ненадолго съездил в Польшу. И что он делал дома? Просто сидел в квартире? У него были свои увлечения. Какие? Она укоризненно покачала головой. Странно. Что не знаешь. Целых два. Астрономия и история американских индейцев. Про индейцев я слышал. Еще знаю, что он иногда ездил в Фальстербу. Смотреть на птиц. Но про звезды слышу первый раз. У него замечательный телескоп. Валендер попробовал вспомнить. Нет. Телескопа в квартире Светберга он не видел. А где он стоял? В кабинете. То есть так он и проводил отпуск? Смотрел на звезды и читал про индейцев? Думаю, что да. Правда, это лето было необычным. В каком смысле? Мы летом, как правило, встречаемся почаще. Но в этом году у него не было времени. Несколько раз отказывался, когда я приглашала его поужинать. Почему? Она поколебалась. У него вроде бы не было времени. Чутье подсказало Валендеру, что все это неспроста. Он не говорил, чем он занят? Нет. Но ты задавала себе этот вопрос? Да нет. А ты не заметила в нем никаких перемен, что он стал каким-то другим? Что его что-то беспокоит? Он был совершенно обычным. Разве что времени у него ни на что не было. И когда ты это заметила? Когда он сказал это впервые? Она немного подумала. Сразу после Иванова дня? Как только ушел в отпуск? В дверях появилась давешняя сестра. Ильва Бринг встала. Сейчас вернусь. Валендер поискал туалет, помочился и выпил еще два стакана воды. Когда он вернулся, Ильва уже ждала его. Я ухожу, сказал он. Остальные вопросы могут подождать. Если хочешь, я позвоню стура. Мы должны организовать похороны. Хорошо бы ты сделал это в течение ближайших часов. В одиннадцать мы должны сделать заявление для прессы. Никак не могу поверить, сказала она. На глаза ее вдруг навернулись слезы. Валендер сам чуть не заплакал. Они посидели молча, пытаясь справиться с чувствами. Валендер сосредоточил взгляд на настенных часах. Смотрел, как бежит по кругу секундная стрелка. У меня есть еще один вопрос, помедлив сказал он. Светберг был холостяком. Я никогда не слышал, чтобы у него была какая-то женщина. У него и не было. Может быть, этим летом он с кем-то познакомился? С женщиной? Да. И поэтому сказал, что выработался? Валендер осознал нелепость своей версии. Это моя обязанность задавать вопросы, сказал он, словно извиняясь. Иначе мы никуда не придем. Она проводила его до стеклянной двери. Вы должны найти того, кто это сделал, сказала она, сильно сжав его руку. Убить полицейского — самое худшее, что может сделать преступник. В таких случаях существует неписанная гарантия, мы его поймаем. Он тоже пожал ее руку. — Я позвоню с тура, — сказала она. — Самое позднее в шесть. В дверях Валендеру пришел в голову еще один вопрос. Рутинный вопрос. Он попросту забыл его задать. Ты случайно не знаешь, у него не было привычки хранить дома большие суммы денег? Она посмотрела на него непонимающе. Большие суммы? Откуда бы он их взял? Он всегда жаловался, что мало получает. И был прав, мы получаем очень мало. — А ты знаешь, сколько получает акушерка? — Нет. — Тогда я лучше умолчу. Дело не в тех, у кого большие заработки, а в тех, у кого они меньше всех. Выйдя из больницы, Валендер с наслаждением вдохнул свежий ночной воздух. Еще не было четырех, но птицы уже начали свой утренний концерт. С моря тянул легкий и приятный бриз. Было тепло и тихо. Он медленно пошел по большой норрогаттон. Один вопрос казался ему важнее прочих. — Почему Светберг сказал, что он выработался? Вышел из отпуска и сказал, что он выработался.